Субтитры сделал DimaTorzok Но пока что ГГВП играют довольно медленно, раскачиваются, потихоньку пристреливаются. Что можно сказать насчет команды The Nord Stream Members? Да они в целом вообще никакую информацию не дают своему оппоненту. Вроде как есть видимость того, что они пытаются играть на прием верхний из кафе. Да, здесь играет плюс, но тем не менее нет никакой информации ни по миду, ни по перемещениям B-планта. Есть уже минус 2 плюс, Хаешки забирают за собой еще и Рай, и тем временем, друзья, ситуация 5 в 3 на карте. Команда ГГВП вроде как пытается выйти еще через площадь под миду, но там просочился блуд на песке. Я не понимаю, почему у него до сих пор нет саппорта. Хаеша открывается под миду, здесь же его вырубают плюс, плюс, в принципе, делает абсолютно всю работу для своей команды. Триплкил в копилке этого парня. 15-0-1 добивает Дазла, и остается один блуд, который как раз-таки просочился на песке. Очень какая-то скомканная игра была сейчас со стороны команды ГГВП. Вроде как можно было выходить, информация у блуда была, но тем не менее выхода не последовало, и блуду приходится отдуваться одному за всю команду. Откидывает Хаеш, проходит аркада от плюса, даблкил от блуда, но Халдрога не просил своего оппонента, забивает блуда, и раунд отправляется в копилку команды The North Remembers. В целом, начало положено, причем более чем неплохое начало, опять же, стоит отдать должное плюсу за его триплкил, но и в целом хотелось бы увидеть немного больше динамики со стороны команды ГГВП. Видно то, что парни сами путаются в том, что и как они должны делать, и в какие тайминги. Вроде как один просочился уже на выход под бету, а его команда только-только выходит на площадь, хотя можно было отдать одного игрока на площадь, второго на лонг, и в взаимодействии с блудом попробовать задавить бету, плюсом подловить перемещение мета. Но, тем не менее, сейчас выход под кафе, верхнее кафе, опять же, уже под контролем подруги, но здесь плюс, закрывает рай, и блуд с Хаешки в размене. Фартовый плюс, сколько же вот этих Хае, это просто невероятно, и даже в последний момент, когда его уже нашли, он жил, и все-таки смог найти еще фраг, пора. Сейчас ситуация 4 в 4, аж в размен есть, Ахмед сидел почему-то просто против площади, с Хаешки его спокойно закрывает. Есть минус для атаки, которым не могут воспользоваться для того, чтобы ворваться. Вот это будет бета, и реальф пока что не... Ну, да, скорее всего, просто бывало так, куда я атаку и разворачиваю, даже в такой ситуации. А вот 15.01 дает вескую причину, чтобы развернуться, но Дазл и подруга сейчас на кишке будут готовить выход. Дазл получает дэмэ, 60 хп, отходит. Я вот сейчас немного не понял, а почему подруга с Дазлом не пикнули кишку и просто позволили 15.01 расстрелять мидл? Это, конечно, вот сейчас я могу поаплодировать BLTNT, но тут линеечка, как бы, это дефолт, но... В первую очередь, у меня вопрос, я лагал, когда говорил от самого начала? Вроде бы нет, вроде бы все окей. У меня просто парни дергаются, и я подумал, мало ли, может, ты не решился меня перебить, но в целом, если я буду лагать, тормози меня сразу, потому что у меня вот они как-то дергаются периодически. Закончил свою мысль, команда ГГВП, они общаются? Вот вопрос. То есть у них выход мидл плюс выход кишки, и кишка не выходит, хотя вообще никаких препятствий выходу кишки не было. Там не было никого на железе, не было никого в бомбсайте, там просто стоял 15.01, который расстреливал мидл, его можно было задавить выходом через кишку. Но они это не сделали. Мидл погиб, они попытались далее отойти назад, опять же, под площадь, и там была аркада от Блатанта, который просто похоронил двоих игроков. Сейчас опять же оупен, вроде как со стороны команды ГГВП, но самое главное, этот оупен разыграть довольно грамотно. Я думаю, общались просто, стеснялись, стеснялись те, кто был в кишке, и это немножко им помещало, помещало им немножко, красные дуалы у Стэша. Лайк от меня. Хорош. Просто сразу классику вспомнил, раньше, да, я играл на диглах дуальных, это просто, ай-яй-яй, красивый девайс, и стрелять вроде бы тоже неплохо. Но, вроде бы, на нем даже небольшой баг есть, когда ты пытаешься быстро стрелять, они просто заклинивают. Вот это странная, конечно, тема, но 4 в 4 ситуации, вот сейчас пойдет выход, вот сейчас есть и кишка, и, в принципе, вроде бы выходит, вроде бы все окей, плэн доступен для постановки. 15.01 пикает со стороны железа, не дает спокойно себя чувствовать, но бомба будет установлена все-таки с Тэша, да, без проблем. 15.01, попытка выхода очередного, бомбу все-таки установили, ГГВП. Вот ждет, ждет 15.01, когда Тимуэйт и подтянутся, когда он сможет выйти вместе. Платан, рядом, и Халдрога тоже готова выходить. Как он байтит, просто как он байтит, трое игроков смотрят просто на выход через железо, и тут заход через мидл. Подруга вместе со Стешей в размине, хотя 15.01, опять же, врывается с пачкой на бомб сайт. Есть информация по подруге, пытается выйти еще на деф, прекрасно, подруга это понимает. Пошел на добивание на 15.01, ринулся за ним, и подруга его за это дело наказывает. Раунд, друзья, для игроков команды ГГВП, счет на табло все-таки 2-1. Но будем надеяться, что в дальнейшем раскачается. Вот этот раунд уже, в принципе, был годным со стороны ГГВП. Но, опять же, у меня по-прежнему остаются вопросы к их рассинкрону. Почему они так стесняются своего соперника, если, ну, вот как ты предположил, и если они его стесняются. Мне кажется, вот у них, может быть, прошла информация, но, может, какой-то гул стоял. Но просто я не могу найти оправдание тому, что опытные игроки боятся выйти втроем, задавить одного парня. Может быть, не было информации, но, парни, вы даже не проверили, есть ли там кто-то или нет. Нет, они просто посмотрели, а, ну, там 15-0-1, парни, вы с ним справитесь по-любому. И в конечном итоге не справились никто, 15-0-1 пошел хоронить. Здесь опять выход под мидл. В очередной раз полетели хаешки от Акмеда. Он пытается остановить перемещение от Ра, ему это удается, осталось 21% здоровья. Подруга вместе с Дазлом уже находится под кишкой, но теперь в противовесе у них находится плюс, который находит неплохой минус, погибает подруга и должен задавить Дазла, но тут уже подошла колпа и не удалось это сделать. Сейчас Халдрога с плюсом, надеюсь, покричат друг на друга чуть попозже, потому что один другого застопил, одним пытался войти, другой выйти. И просто вдвоем в проеме дверном остались. Но вот Акмед как раз-таки решает проблемы, потому что тиммейты его тут изобразили как раз-таки. Не пойми что, так можно это назвать, в принципе. Но вот Латант еще так же минус-пора находит, и стэш последний остается. И все часто бывает то, что вот как раз-таки тема тоже по демо, когда фокус внимания, во-первых, и твой тиммейт может тебе выдать тысячу раз информацию, но ты ее просто не услышишь, потому что ты закрылся от нее, грубо говоря, потому что ты вот именно что смотришь в одну позицию, все, у тебя только она есть, и тиммейт говорит, ты можешь просто не услышать, тебе нужно раза 3, 4, 5, да посмотри сюда. Нет. Забирают раунд игроки Норфа и Мемброс уже 3-1, они просто идут вперед, забирают. И, кстати, у меня была такая тоже мысль, не хватает человека на педалях ДГВП, который просто на жопу пошел, на жопу пошел, вот так вот. Ну вот, вроде бы, у них есть исполнители, серьезно, есть, но вот именно такого человека с таким характером, наверное, немножко не хватает. Согласен, согласен с тобой. Но сейчас они, опять же, видишь, пытаются играть в основном пятеркой, перемещение от них, опять же, проходит с лонга на площадь. Они именно пытаются раскачать своего оппонента, но тем временем подруга потерял довольно приличное количество своего хилсбара, 25% здоровья осталось. Перемещение от ра на мидл, и здесь опять же падает смоук, но навряд ли этот смоук хоть как-то дезориентирует игроков команды The North Stream Members. Парни спокойно сидят в ожидании своего оппонента, они уже давным-давно поняли, что будут делать игроки команды ГГВП. Полетели хаешки на зону выхода через кишку, здесь находятся три игрока атаки, и плюс пытается подойти в упор, но если ему удастся собрать здесь урожай, это будет, конечно, великолепно, но крепление под альфу, опять же, не помешало бы. Можно 15-0-1 отдать на железо, в случае провала Аплэнта, он сразу же выйдет на саппорт. Там уже и аркада в спину пошла, Калдрога пытается найти минус, но это удается, и сейчас команда ГГВП просто вынуждена метаться из стороны в сторону, так как появилась информация, что оппонент находится уже в спине, но Калдрога нашел только один минус, отходит назад, прекрасно понимая то, что сейчас за ним объявят охоту. Калдрога уходит под бету, здесь же у него на подхвате остается 15-0-1, но Ахмед остался на приеме выхода под Аплэнт, но опять же, он играет здесь более в закрытую, он полностью закрылся от игры через мидл, в основном вектор внимания сместил под кишку. Что касается команды ГГВП, те просто ушли на лонг и, судя по всему, попытаются выйти под бету, как раз-таки в укрепленную часть игроками The North Remembers. Проход уже имеется, Калдрога, 35 хп, но он там должен, по сути, на информацию сыграть, и 15-0-1 должен выходить на саппорт. 15-0-1, ау! Ты еще заводился как запорожец, вот это тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Раз, на постановке бомбы, рядом у него находится так же плут, который просто вместе с ним должен быть закрывать Ахмеда. Ахмед, ну, легкой едой был сейчас для плута, но в раунду все-таки забрали игроки ГГВП, 2-3, неплохо. Два раунда в атаке, нормально, в принципе, нормально, и дозвол немножко, отсутствует немножко в этом матче. 0-5, но, в принципе, не страшно. Опять же, 2-3 команды тащат, и это хорошо. Опять же, закрытая оборона, более чем хорошая от Норфа и Мемброс, в принципе. Они ее показывали уже не раз, но, главное, опять же, это реализация, ее показывать неплохо. Так, сейчас по лесах, и я, плюс, выходит на мост, можешь забрать пару оппонентов своих, подруга, стоит эту пачку, там же дозвол Калена, который заходит на первый этаж, его должен забрать, сейчас плюс 20 МКП оставляет, один в один размен. Халдрога на перемещении, под Альфом Ахмед рядом. Раз, первый этаж, попытки пика плента, пока никого не находит. Халдрога поднимает со стороны плента. Пика первый этаж, как раз-таки там разводят ребят, но все-таки Халдрога нашел нужное время, нужно позицию даболки. Хорошо, хорошо сработал. Ахмед еще идет к кафешке, ему удается добраться до блуда, но вот далее уже на перестрелку против Дазла выйти все-таки не решается. Есть минус, Дазл все-таки попался в капкан Ахмеда, и пока что, друзья, счет на табло становится 4-2. Но опять же, знаешь, вот несмотря на все вот эти недочеты, да, игроков команды ГГВП, они два раунда уже будучи в атаке для себя взяли. И я удивлен, почему команда The Nord Stream Members периодически не наказывает команду ГГВП за их какие-то мини-фейлы. И ведь из этих мини-фейлов вполне можно сложить раунд в пользу своей команды. Но здесь Хаешка опять же под стэшу, залетает, остался Блуд еще в родном состоянии. Опять же, команда ГГВП падает на довольно медленный темп игры. Друзья, за продолжением. Выход будет, скорее всего, под кафе. Но кафе здесь не в сопротивлении от команды The Nord Stream Members. Они в основном отдали игрока на мидл. А, кстати, а кишку-то почему вообще никто не контрит? Они просто забили на кишку. Судя по всему, была какая-то информация о перемещении ланга. Именно поэтому они попытались отдать именно контроль в район беты. Но про кишку забывать тоже по-хорошему нельзя. А с другой стороны, ГГВП этим и не пользуется. Ну, понятное дело, что они-то не знали о том, что кишка не контрится. Но, тем не менее, по КД ходили ГГВП кишку и ее контрили The Nord Stream Members. Тут они не пошли на кишку и The Nord Stream Members от нее отошли. Я просто, ну, пытаюсь понять, чем они руководствовались, дабы покинуть эту позиционку. То есть, они могли получить информацию по ДЛ, но там не было на ДЛ никаких фастов, ничего. Там максимум пару хаешек могло упасть, и это не должно было так байтить команду The Nord Stream Members, повернуться именно в сторону бета и отпустить альфу. Но это уже, друзья, детали, так сказать, для обсуждения. Посмотрим, что будет у нас на второй половине. Все-таки 5-2 закончилась первая. Ну и сейчас команда ГГВП переходит на более выгодную сторону для себя. И как они ее отыграют, сейчас посмотрим. Какая вторая карта? Так, ВВГ. И третья же будет Мидтаун. Именно такой мапбол будет у этих команд. Сейчас все достаточно близко для того, чтобы North Stream Members забрали троечку, но это атака, ребята. Песчанка. Это проверка, наверное, команды, которая играет на стороне красных, прежде всего, потому что, серьезно, в обороне можно так все красиво поставить, что тяжело будет пройти. И зачастую так и получается, что в атаке раундов мало набирают наши коллективы. Ну, в числе ГГВП два раунда взяты были. В принципе, неплохо. Сейчас опять же все может измениться. Сейчас могут пятерку просто взять без ответ на ГГВП. Очень интересно будет посмотреть. Ахмед бестплеер. Ахмед может. Ахмед показывает, Ахмед делает. Делает. Мы его с тобой уже отмечали не раз. Так, ну что, как раз таки мы переходим с тобой к темпу игры команды ГГВП, будучи в охране. Здесь они не пытаются играть в закрытую. Они наоборот более активно навязывают свою борьбу оппоненту. Бел ТНТ выходит на площадь, но опять же выходит соло, так что приходится пенять только на себя. По нему есть информация. Не знаю, как там дамаг не зарегался. Вроде как довольно плотненько накинули дэмэджа. Перемещение выход на лонг. И они пытаются задавить сейчас как раз таки БСА. Должна появиться информация по перемещениям РА. Хаешка от подруги. Рана добивания. Погибает Ахмед. Так что выйти через лонг не удается. Ну а здесь еще и Дазл в роли саппорта. Выходит через пески на лонг. Прошу прощения. Находит минус. Ну и Халдрога отошел назад в надежде подловить аркаду. Но тем не менее оставил только плюса без саппорта. Ну а сейчас вынужден остановить аркаду со стороны ГГВП. Ну тут даже знаешь дело уже не в том какие ножи. Здесь парни не надо недооценивать хало и не надо пытаться играть как-то в фулл пати на аркаду Теспауна. Он вполне мог бы всех перестрелять. Там еще и по хелсбару были проблемы. Ну а так ножи ты сам знаешь почему они их свапают. И типа у тебя давным-давно есть ответ на этот вопрос. И избавиться от этой привычки очень тяжело. Да, ну вот именно что просто отдаваться даже после 1 в 5 в такой ситуации ну лучше вместе давить. Не знаю, просто блот в это время выходит на ножах выпрыгивает понимает о том что там где-то должен быть оппонент но на характере это делает. Окей, красивые денежки идут на баре. О, ГГВП. Ну вот у атаки в принципе только нолики. Халдрога, папа, копейка. Стэши неплохая в прыжке но, говорит, забирай, не жалко. Он его закрывает сейчас 5 в 4 ситуация и аккуратный выход пошел с стороны атаки на длину. Там подруга ра закрыть ботанта ну и под каешку они в принципе закрываются на долю секунды от атаки ну и сами уходят так же на укрепы позиций атака все свое внимание уделяет как раз кинодлину и площадь они отпустили точнее не идет туда вообще никто. Ну пошли пошли душить уже позиции бэплэнта и у подруги 4% здоровья на подхвате 1 раф и это проблема. На это проблема нужна хелпа и должна быть информация что уже как минимум 4 игрока находятся на дл. выход на перестрелку рамп впитал демок получил пачку отлично погибает еще и подруга так что позиции б сайта за Нордстрим Мемберс продавили без проблем Дазл вроде как ворвался с ударом ноги находит пачку по 15.01 и до этого еще жил довольно долго Блоуд очень хорошо вошел так есть дабл килл ай-яй-яй-яй до третьего не добрался но бомба была установлена так что время играет на команду за Нордстрим Мемберс Блоуду надо поторопиться выход под бомб сайт ну естественно он сейчас их будет заставлять бегать к нему колдрога хорошая пачка залетела ну и команда Нордстрим Мемберс забирает очередной раунд в пользу своей команды напомню что им надо еще два для того чтобы поставить точку на карте буря в пустыне но доберутся ли до этих двух пока что вопрос сейчас в конце ничего ребят не скажу про ножи потому что ну в принципе нормально он там попытался вроде бы как давануть и оно соу-соу такое вот я ничего за это не скажу сейчас могу сказать про то что на укрепленной в защите бомбсайда Б, там расставили С5, вот опять же, такие же, которые в этом раунде стоят, и Райх просто не успел взорвать, это его были С5, но вот вопрос, почему он их не взорвал, да, у него был тоже фокус внимания на заходе оппонента, но как раз это и нужно, чтобы взорвать С5 своевременно вот какой-то такой момент под вопросом, довести его до логического завершения, чтобы конкретно разобраться в том, что пошло не так, почему он не взорвал, потому что они бы помогли, я опять же вспоминаю мировой, где, это же у девчонок так было они расставили С5, и такую похоронку просто показали С5, это просто нечто ну вот, надо уметь играть и реализовывать это ну, все карты в руки, вот сейчас хороший минус можно подзакрыться, по-другому идет на пески, закрывается вместе с тиммейтом и вот эти С5 сейчас реализовывают вот как раз таки подошел 15 на 1, он выключает Райс снова эти С5, не реализовать дазл, а минус по 15 на 1 и рядом находится Блатант, который должен наверное на выпаде попытаться дать пачку по дазлу нашивает его, но Блатант последний, стоящий, закрыл пресса, и идут закрывать Билл ТНТ, которые вода убивают, выбирают раунд в обороне ГГВП, еще один отлично но ГГВП пытаются исправить положение на карте, но опять же, друзья, не будем забывать то, что если еще один раунд забирают для себя за Нурфембер, то минимум овертаймы, ГГВП и так находятся на волоске, так что им нельзя отдавать ни раунда откинуты хаешки, сразу же под мидл здесь же падает смок под центральное кафе ну, точнее, просто под кафе дазл там остается в слепой зоне на подхвате у него должен находиться блуд но пока что все довольно тихо, раскинули хаешки раскинули смоки, пока что довольно тихо, играют на площади игроки команды The North Stream Members как таковых перемещений на лонг мы с вами не видим, ну и со стороны команды ГГВП в соответствии аркад тоже, но это в принципе неудивительно с учетом их положения на карте, так, куда будет выход, но The North Stream Members пытается поймать, знаешь, какую-то ошибку, может кто-то где-то голову высунет засветить пачку и от этого минуса сыграть далее, но время ждать не будет, надо уже выходить надо заниматься проходом да, выход на перестрелку ой-ой-ой-ой, дазл хорош хорошо собрал, есть трипл килл, рабочие пачки ну и 15-0-1 на подхвате с халом дрога вдвоем против четверых ну плотно парилку устроил дазл, сейчас можно причем, минус 4 даст в этом ровне замечает 15-0-1, пытается попасть, но пока что без вариантов стэш пик с первого этажа, ют заходит за кассу стэша может тут потерпеть хайен, его сейчас да, зажимают тут ну все-таки фраку он находит, хал дорога закрывает и для дазла это может быть четверка в этом раунде слышит прекрасный первый этаж хочет забрать, наверное, но не рискует, лишнего не берет закрывает тиммейт 15-0-1, но и хорошая игра в этом раунде, да от дазла ситуация была, где он все-таки разыграл и зачастую, знаете, вот, ну ребят, тоже может быть у вас, наверное, сотню ситуаций вспомнится о том, где похоже был момент, где в ряд были для одного человека выставлены на противники он мог забирать, но опять же, зачастую этого дела все не забирается но туда зло получилось, он дал минус 3 посмотри на лонг, а там такой багдад просто хаешек 10 упало на позиции песков и выход через дл продолжается, подруга пытается остановить вместе с трап проход на б сайт райта удается сделать, неплохой минус подруга у него уже находится в роли саппорта там еще и блуд подтянулся на перемычку есть информация ай-яй-яй, куда, BLTNT ну, подожди, а его не закрыли? его убили, его же убили, его разыграли а, его убили, ладно, все, я думал он крашнулся окей, простите, друзья, моя невнимательность есть информация по РА, плюс его все-таки додавил, тем временем Стэша на размене, подруга, есть же информация, что на боковую ушел соперник, ему нужен будет здесь саппорт и перемещение от блуда в принципе уже должно было быть Стэша остается пока что на приеме кафе, плюс он периодически чекает игру через мидл Ахмед чекает проход через пески как раз таки, у него в руках еще дуалы имеются но вот сейчас очень хороший тайминг для себя блуд может поймать, Стэша закрывает 15-0-1, погибает Ахмед и остался один плюс на 14%, но все-таки пачку повесить по блуду ему удается подруга пробирается под тысячи хорошая пачка залетела, это четвертый раунд для команды ГГВП и тактическая пауза для команды The Nord Stream Members, но в принципе оно дело понятное, сейчас буквально один раунд и точка будет установлена и ГГВП будут победителями на карте буря в пустыне, так что надо подумать как исправить это положение, но мне кажется The Nord Stream Members вполне в состоянии вывести как минимум на допы, ну а там можно и добраться до победы в карте, но мне кажется если они сейчас на овертаймы не выведут, навряд ли ГГВП позволят отыграть ее, ну в целом карту, скорее всего либо по овертаймам победа, либо победа ГГВП, вот я как-то такую ставку поставлю, ГГВП очень плотно сейчас вцепились в свои позиции, фаст раунды уже команде The Nord Stream Members не помогают, а более медленные раунды постоянно оборачиваются какими-то микрофейлами со стороны тиммейтов, кто-то лишний раз подставится, кто-то пикнет соло, за это накажут ГГВП и в целом The Nord Stream Members остаются в численном меньшинстве. Но давайте, друзья, посмотрим все-таки за продолжением, пока что продолжается обсуждение у команды The Nord Stream Members, и вот интересно к чему они все-таки придут. Если они просто переделают фаст условно с бета на альфу, может быть зайдет, конечно, опять же будет зависеть от того, как каждый из них настреляет. Но если мы все-таки с вами увидим сейчас более такой замудренный раунд, меня это более обрадует. Не знаю, тут уже вопрос идет не в том, кто заберет этот раунд. Вопрос идет в том, кто, точнее, как и кто его заберет. Вот так вот. То есть, если здесь довольно мудренно заберут The Nord Stream Members, только аплодисмент ребятам, то, что они умеют реализовывать свои тактические паузы. Ну, а если забирают ГГВП, опять же, респект ребятам за полноценный камбэк. Я бы не сказал то, что первая половина прошла на какой-то максимальной концентрации для этих ребят, ну и с максимальным КПД. Да, два раунда взяли, ну, можно сказать, минимум оформили, но на второй половине довольно неплохо наподдавали оппоненту. Ну, сейчас вообще пошел на перезаход один игрок у Nord Stream Members. Наверное, они подумали о том, что им это мешает. Ну, пусть так. Я сейчас сидел, думал о том, как могут показать свою атаку, что вообще сейчас изобразить игрокам Nord Stream Members. Длина и бета в целом у них как-то вот не заходит. Они могут, по идее, пройти, но то было больше, наверное, ошибкой со стороны обороны. Просто вот я говорю, он ставит эти С5, взрывать не успевает. Пытается закинуться дэмэджем. Вроде бы что-то получается, но в итоге проходили просто. Была возможность на этом. Но сейчас подсобрались ребята и будет у них свою крепко держать. Поэтому тяжело будет играть. Но оборона-то у них открытая, у ГГВП. Поэтому Nord Stream Members сейчас, не знаю, попытаться этажи пикнуть, закинуть хаешки. Кстати, вот фастануть мост. Закинуть хае второй этаж, порвать просто с тэшу. Там Дазл рядом играет. И постараться один-два человека, может быть, три заходят на второй этаж. Просто вот именно что кемпера сразу попытаться выключить. Кто-то дропается на низ. И там уже с медлом играя, параллельно, кстати, смочив пески, вот вы проходите в альфу. Как-то вот так вот попытаться. То есть, если не так, то... А что делать? Не знаю. Надо давать фраги, надо давать опыты. Кто-то должен этим заниматься, стороны Nord Stream Members. Но если такого человека нет, то... Да не... Зачем? Какие фраги, Илья? О чем ты? Ну... Да, еще небольшой вопрос был к 15-0-1, который в упоре просто ни пуля не попал по стэше. Который с кемпоезд мог еще два выстрела сделать. Но второй был последним для 15-0-1. Ну вот как-то вот так вот. Да, 4 ронда. 15-0-1 не только этот вопрос есть. Как бы, когда давили бету, да? Дай бог памяти, с кем он там играл. Будучи в обороне. Вот. Либо это был BLTNT, либо к халдрога. К сожалению, я не запомнил, но я конкретно запомнил тот момент, что 15-0-1 такой сидит за мусоркой, ждет выход через песков. Через пески, прошу прощения. Сидит, сидит себе такой. Ну, я думаю, сейчас от тиммейта полетит инфа, что заход на Б нужна халпа. Тиммейта убили, 15-0-1 сидит. Бету прошли, 15-0-1 сидит. То есть, если бы он просто в АФК был, он явно бы стоял. Навряд ли бы он там зажимал как-то КТРЛ, чтобы просто сидеть. Он просто сидел за этой мусоркой и все. Но он вообще никак не помогал. И здесь вопрос. Либо нет информации, по которой работает условно тот же 15-0-1. Может, он отсутствует там, не знаю, где-то на связи, хотя такого быть не должно. Либо парни не общаются, и это проблема. Но тут уже, друзья, их дела. Пусть сами решают. Сами решаете. Не буду ничего помогать вам. Нет, но как я здесь им помогу, типа, ребят? Ну, общайтесь. Но это довольно, знаешь, такой обыденный совет. Общайтесь. Понятное дело, что нужно общаться. И я просто не понимаю, почему это не происходит внутри команды. А если происходит, то почему никакой реакции на это общение нет. То есть, это плохо. Очень плохо. К сожалению. Да, он тут ушел на перезаход какой-то очень долгий. Страшно, что спрашивают. Ну, шо? Ну, я отвечу за NorthFM образ. Заранее, наверное, заходит. Это то, что сейчас, наверное, ребята напишут. Это очевидно. И мы будем ждать так же, как и вы. Ну, я не знаю. Да, вариантов, по сути, достаточно. Как можно разыграть свой раунд в атаке для NorthFM, но, опять же, должны быть исполнители. Это все это дело будут решать. Но сейчас такой долгой паузой максимально сбивает темп ГГВП, которые, по сути, последовательно набрали такую массу, такую концентрацию, которую они пользуются для того, чтобы забирать эти 4 раунда, которые у них имеются. Всем привет, друзья. Как дела с Тивос? И рад тебя видеть, Чаев. Привет тебе. Привет, Руслан. Кстати, там был вопрос от Рафа, от Мстителя, про компоктер, про ноутбук. Я вот, честно, не знаю, что тебе ответить. Я увидел этот вопрос, но по ноутбукам я не силен. Может, кто знает, озвучу. Ребята, только переустанавливаю винду на ноутбук. Вроде бы все, что надо, установил, захожу в разрешение экрана. У меня только два вида. А до переустановки было несколько. Как исправить? Какие два вида, во-первых? Я вот не до конца вопрос понял. Может, какую-то пробу скачать, чтобы она восстановила драйвера, а просто драйвера видеокарты, наверное, как-то так обнови. Думаю, в этом тоже может быть причина. Но это ноутбук? Не знаю. Вот такое. Ну, зашел, заходит. Ребята, вот я что-то показал. Ну, да, в принципе, очевидно. Как дела? Да, в принципе, нормально, знаешь. Выспался. Вот прям от души. Я сколько? Часов пять ночи пошел спать. Да. Что, серьезно? Я проснулся в часов семь вечера по своим. Да. Нет, подождите, в шесть. Окей, да, в шесть я проснулся. Это сколько я поспал? Тринадцать часов. Шо-шо? Шо-шо? Я просто не заметил, серьезно, сколько? Это что-то с чем-то. Но я доволен, да, вот прямо чувствую силы. Но просто последние дни, да, было, что я спал по пять, по шесть часов. Но я параллельно просто следил за нашими мальчиками в другое дисциплине. К сожалению, они не прошли. Беда, беда. Ребята, кто смотрел, поймёт меня. Серёга, Серёга. Я прочитал час. А он уже удалил, кажется, там уже этого сообщения не вижу. Не-не-не. Типа, я вижу. Чего там выше? Ты прочитал про то, что на украинском было написано? Да-да-да. Типа, скоро Макс так же говорить будет. Да, это неважно, какое там было сообщение. Я просто понимаю, что это прямо дефолт. Вот он прав, чтоб ты понимал. Типа, вокруг тебя постоянно люди, которые шокают, гакают и так далее. И вот когда выхожу, у меня консьержка в доме. Её зовут Галина Григорьевна. Вот. Галина Григорьевна, неправильно. Да, да. Я выхожу, я такой, Галина Григорьевна, а там это, магазин-то работает, а то я что-то сегодня сходил скупляться, такой ещё, про хлеб забыл. Она такой, да, работает, мелочек, иди. Я такой, подожди, что происходит? Типа, я с мамой по телефону разговариваю, мама такая, ооо, шокает уже. А ты посмотри на неё. Да, Серёга, так оно и есть. Ты просто слышишь вокруг себя вот постоянно слова какие-то, да, акцент совершенно иной, может ударение в некоторых словах в других. И ты просто к этому привыкаешь волей-неволей. Ты сам начинаешь выдавать вот эти слова, хотя ты об этом не думаешь, то, что тебе надо вот конкретно сказать букву Г, не Г и так далее. Вот это прям забавно, серьёзно. И у меня теперь «пожалуйста» путается. Вот я могу, знаешь, говорить такой, типа, «Да погоди, мне как надо сказать, типа, будь ласка или пожалуйста?» Типа, будь ласка – это «пожалуйста». Вот. И, типа, я такой, «Эть, чё, куда?» Они ещё так быстро говорят. Это вот, знаешь, вроде как, когда спокойно кто-то говорит, да, на украинском языке, ты ещё, ну, можешь понимать некоторые слова, знаешь, так, опускать, потому что они полностью перефразированы. Но в целом мысль ты понимаешь. А вот когда подходишь в магазин, допустим, на кассу, и там у кассира огромная очередь, она такая чё-то там на украинском такая «булулулулулул». Ты такой «погоди, да я пойму, чё ты хочешь мне сказать?» Типа, она так быстро это говорит. Вот. И тут было дело, мы, короче, поехали в магазин, я начал ввести оплату через карту. И она меня спрашивает, типа, «карта у тебя какая?» Типа, в долларах или в евро? Я такой «нет». Типа, я думал, я не понял, чё она хотела от меня. Вот. Donc, это забавные моменты, друзья. я очень много сейчас буду кидать всяких мемчиков stories of так далее у себя в паблике в инстаграме так что если вам интересно заходить ему она не страшно если ты с представителями украинской украинского языка будешь говорить как-то на русском они поймут на это не страшно здесь и здесь очень много многие говорят на ком здесь очень мало набор говорит по украински вот именно украинский можно встретить в каких-то заведениях да вот куда ты приходишь там с тобой будут разговаривать на украинском а в целом вот так вот по улице идешь очень много людей говорит на русском может быть просто русский где вот знаешь акцент украинский типа они шокуют ракуют но говорят все равно по-русски то есть такое ну ладно друзья об этом мы с вами еще успеем поговорить будет перерыв но тем временем продолжение далеко не самое гладкое для игроков за north remember потеряли уже двоих игроков для себя дазл погиб также у команды ггвп но пока что у него в принципе тиммейты в преимуществе по игрокам так что это не столь трагично полетела хаешка под рара пытается еще остановить заход бомб сайт но там уже спину открывается блок блок ну все спрятались просто все от него отошли но все таки он успел добраться хотя бы до ахмеда это раунд для игроков команды ггвп друзья и в целом победа на карте буря в пустыне в руках этих парней поздравляем с победой рабочая карта рабочая очень плотно поработали на второй половине молодцы парни но и в общей сумме друзья это счет на табло 76 если я не ошибся в подсчетах да 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 все верно 7 6 так давайте сразу же подведем итоги по ставкам пум 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 так 7 6 на ю тубе такой ставки не было контакт ну давай погрузимся 200 лет 76 такой ставки тоже не было так что ребята получаете по кодику в чат я просто озвучил еще то что я сегодня поспал 13 часов немножко сам в шоке некоторые прибывают как то так конечно получилось но такое удовольствие серьезно после того когда ты мало я еще выходил недавно на улицу на просто небольшую паузу взять мне по но дело не было на телефон позвонила горит о я тебя увидела типа ты там шел я колу купил короче дупи и звонит для того чтобы серьезно сказать о том что она меня на улице увидела какая радость сегодня стол накроем да есть такой момент слушай вот здесь кстати по улице передвигаться прям очень тяжело жара плюс 30 по кд и вот иди рождественную и да там просто такой ад творится я вот ну как бы мы с игорем периодически выходим на улицу игорем и доктор и вот он идет ему как бы по барабану а я иду я как бы понимаю что я сейчас сдохну просто типа ну к этому привыкать надо к жаре очень сильно надо привыкать благо у меня в квартире два кондиционера один на кухне один в комнате стоит и я просто как бы вот я сейчас сижу комментирую мне жарко становится включаю конди и охладился выключил все прям сок а просто включить его чтобы на комнатной температуре крутился быстро нагревается типа в целом у меня окна периодически открываются потому что становится душно даже не то что вот жарко да а вот нужен кислород новый и она довольно быстро нагревается и не успевает остужаться поэтому я закрываю окна на какое-то время включаю конди и он остужается и потом я часик полтора сижу с открытыми окнами со свежим воздухом у меня такой район здесь вот прям все зелено и нету загазованности вот этой как в москве и прям кайф ну да собственно большие плюсы этого тоже имеется и так ввг начало ггвп на фрэммэмброс которые проводят атаку и оборону соответственно дом от пресса защищать надо подруга на ноже чека чекает чекает будет выход вот оружие тело все хорошо выходит на дом вот это в принципе ребята классика в том что когда вы чекаете низ и кафешку но очевидно что вы скорее всего чекните вот эту именно позицию то есть это супер классика вы уходите и понимать о том что вот так нету никого нету другого по любому кто то здесь но вы аккуратно выйдите сделайте выпад и вы если не найдете то вы как минимум не покинете так легко от этой позиции это все нужно делать постоянно каждый раунд принципе на каждом выходе моста это даже не обсуждается в принципе то есть сто процентов нужно этого делать но вот иногда команды не делать и терпят на этом фраге и команда от этого в целом также страдает поэтому нужно смотреть за чем всегда сразу же передам привет руслану момента вон на ютуба привет я тоже рад вас всех видеть друзья у меня был длительный переезд но об этом у меня в группе матем временем выход все-таки под это продолжается здесь подруга пытается килиться и жить ему это удается добивается таки колодрога ахмед вроде как на размене но слишком поторопился с приемом выхода через бетон там дазл с подругой они знаешь периодически местами меняются расстреливают своих оппонентов есть информация по блатанту 22 процента здоровья но он все-таки добил дазла при этом подруга с блудом поменяли немного свою позиционку отход будет на а подожди я думал они через мид пойдут а подруга то остался на б а блуд поднялся на винты ага ну там еще и хаешка от 1501 залетела бодрое вот если бы нет поежка в принципе нет времени не хватит времени не хватит вот если бы не это хаешка задумку удалось бы и она была бы великолепной но здесь погибается кибел тенти есть информация по 15 0 1 почему не спрятались то но сейчас 15 0 1 все это прекрасно понимает побежал побежал и хорошо есть пачка но и раунд для игроков кто не спрятался я не виноват вот кричал но серьезно так и получилось что нарушена раз походу не заметили о том что время то просто ушло и оставались еще в открытых позициях но в итоге забрали раунд начало за ним положено так атака попытка выхода опять же на обо это будет пройти от хаешки спокойно пройдут принципе им там даже никто сопротивляться не будет плюс по-прежнему один на бете оборона в целом на альфе находится сейчас на которую идет дазл в принципе по дефолту он пятерочку там разыгрывает и просто составлять держаться на этой позиции но вот часто терра также пришел на поддержку попытка будет от них наверно какой-то опыт дать шороху навести но в это время на мосту плюс закрывает просто 2 и сейчас под рукой стэш он выключает 3 5 ситуация попытка выхода от дазл там замечать голову нас на один пока что закрыть не получается очередной попытки выцепить его пока что без успеха рана выходе боковой и ахмед рядом находится который вы также будет закрывать пытаться но и атака принципе все закрывается то есть сейчас да если не дать минус то будет проблема лишь только но есть минус и пошел выход по дорогах нас на лин погибает до злок аленой но он дропнулся на петерочку ботан там уж легко забрать на патрон закончились ну и в итоге забрала все-таки взяв одинарные дуалы дуала одинарные уашки нашел фраг и плюс вовсе остался последний 12 но пробирается вроде как именно на пятерку так азбом сайта вы никто не чекает хорошая хаешка но дазл все-таки и и за и выйдет лбом было установлено перемещение на двойку дазл должен слышать да так она есть информация по плюсу имеется и он его все-таки добивает раунд для игроков команды ггвп но опять же на волоске было парни в рудом состоянии и вполне могли бы погибнуть от рук плюса но это уже если бы декабы так скажем 1111 друзья счет на табло смотрим за продолжением но мы с вами видим то что за команда the north риммерс в принципе не форсит события от них нету пиков под тэшку нету пиков под боковую они спокойненько сидят себе на своих позициях команда ггвп как-то больше привязаны именно в район б сайта там игра моста плюсом работа через миддл как таковой альфу прессинговать они не особо пытаются но опять же два раунда и скорее всего это будет поспешный вывод рана ходит оупым глут уже проходит через винты у него в противовесе будет хал дрога но если выходить винт то только при поддержке тэшки и боковой иначе нет никакого смысла так плюс на бароне бета играет сейчас подкрепа идет хал дрога плюс 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 подруга мог заметить спиной еще должны слышать его перемещение было и вот странно вроде бы атака пытается такие настоящий еще ожидает прохода дороги которую уверенно смотрит плюс так и не открывается но вроде бы заметил слышали же нет пока что не ясно но так расходятся и они оформляют перемещение на альфу на там блатан кстати интересненько так поражал он сейчас готов уже выходе спину слышно его было или же нет пока что проходит незамеченным но вот пару раз потопа и можно было слышно еще сюда выходит подруга не просто забирает прямо фраг минус есть пошел выход от стэшена там поджидает плюс который сейчас должен повернуться и закрыть его просто на ложе и получается получается просто находит фраг у нас ранен также а будет просто же ну наверное за своего приняли года но не исключено тем не менее альфа зашли спокойно плюс остался один и здесь плюс выход на пятерку да отгремела хаешка под бомб сайтом но это хаешка особо не помогла выход будет на двойку но здесь дуала опять же в упоре в руках дабы готовы встречать да отличный минус там еще и саппорт на боковой был так что проблем вообще никаких не составил плюс опять же второй раунд для игроков команды гвп счет на табло становится 21 но опять один раунд преимущества для парней смотрим и судя по всему опять же начало будет явно под мост сюда вновь полетели осколочные но игроки the north remembers как таковой ставки на мост сами и не делают у них здесь нету просто бойца который будет контрить этот выход на мост да там периодически вроде как плюс бегает смотрит но одному разрываться среди двух позиций это такая себе зате можно уйти просто на квадрат и попробовать отсюда сыграть да подпустить оппонента в бомб сайт но получить информацию далее с тиммейтами сыграть выбивание нежели просто самому слиться и тиммейтам лишние проблемы устраивать но он тем временем стэша добивает плюса вот вам пожалуйста оформить беты погиб вынуждены ослабить сейчас альфу холдрога уходит с этой позиционки но и бета будет проходить судя по всему нет там один стэша гуляет а его тиммейты продолжают давить альфу нас народе на защите винтов на которые хотят выйти как раз таки было ты подруга они немножко стесняются подруга вообще вставание тут начал двигаться живой я понял на 1 ждет проблем нету холдрога как раз таки где-то кстати 5 установил слышу он заметил или же нет еще вопрос все же должен был слышать бесконечный бег от подруга попытки нашива против восьми ацелируется холдрога 20 постаётся но пока еще партии хэшки должен взрываться до взрывается на хе от стэши помещение от ахмеда который ставит пачку сейчас по стэши подруга иран на дороге сейчас играют это стрим отстрелять перемычки группе обороны которые просто нажимают выбирать фрак час пора а подруги знают против хаечки и сейчас ахмед должен делать дела но один хп акме дроп и нашевать забирается с подругой 2 в 1 но рыдовые оба будут в принципе станет 64 хэлс-поинтов жив и ждет подхода в упор у него сейчас все хорошо позиция есть но они навряд ли пойдут хотя нет пошли пошли на выбивание но опять же блуд сам вышел на этот пик нашел один минус но вот 1501 явно не ожидал увидеть на катушках есть очередной раунд для игроков команды the north remember в принципе неплохо держались ггвп могли выйти в двойное преимущество для себя тут уже подкачали немного подкачали окей смотрим за продолжением мне кажется можно добавить немного именно агрессии прямолинейности этому ничего страшного не произойдет если они в одном раунде отдадут меньше шума на позиция плента и попробует задавить там условно вчетвером тот же б-сайт но минус от ахмеда погибает тем временем блуд начала опять же немного печальная для команды ггвп выход тэшки боковой также готовится не исключено что опять надавят на альфу но здесь довольно предостаточно игроков обороны четверо если быть более точным там нас 0 1 на винтах находится крал дрога минус по дазлу рапа пытался зайти на двойку поймал пулю от блатанта но и вот вам пожалуйста остался один стэша при поддержке подруги почему они у меня нет не просвечивается вот я смотрю за старший кручу камерой и никнейм подруги не отображается через стенку вот это мне не нравится потому что неудачно свернулся может быть может быть плюс находит фрак час после который пытался выйти на сторону дороги и примерно нужно понимать игроки от оборона о том что подруга должен быть где-то рядом на льф потому что чисто сейчас и тихо совершенно поэтому выход по дороге скорее всего будет нападать как раз таки так и есть сейчас на узко община хоть сейчас может по плюсу попасть первых рак хорош и найти понимает о том что именно забыть ром есть но совершено не думает о том что кто-то на парке есть очень просто чек надо чекнули ехмет вместе с плюсом который был отдан в жертву и забрали раунд именно 3 23 уже ну должны что-то сейчас изобразить ггвп чтобы начинать уже забирать и выходить вперед но им надо опять же в индивидуальном плане немного поднажать они сейчас периодически уступают игрокам команды но давайте посмотрим опять игра моста опять игра через миддл и вновь игра тэшка и боковая в принципе динамика ггвп здесь прослеживается довольно легко и за наш три мемберс мне кажется должны уже просто были подчеркнуть для себя определенный момент игры команды ггвп как и что они пытаются делать по первым таймингом но и от этого уже действовать я уже не раз отмечал то что позиция плента в большом укрепи находится для команды за норстрим мемберс они как таковые мувы сейчас не делают просто сидят и ждут единственный плюс который играет где-то в районе б сайта он прекрасно слышал подрыв такси на мосту и здесь уже готовится принимать стэшу с дуалами плюсом периодически отвлекается на тот же миддл 64 хп остается после стычки на мосту отходит немного назад подруга вместе с блудом не решается проходить через тот же миддл и рваться как-то на бет пока все очень тихо очень медленно и все мы с вами помним уже раунды которые в которых игроки ггвп просто не успевали поставить бомбу и сейчас они вполне могут дотянуть до такого момента в очередной раз и не хотелось бы самое главное чтобы они следили за временем но я думаю после первого подобного раунда они от таймера глаз не отводят до зла попытка выхода на тайшке на поле динушу закрывать и будут находить раку холдрога отлично и пошел выход ахмед находит фраг на сразу погибает и педали от дазла хорошо работает он принципе продавил яму там нашел фраг отлично плюс последний игра против первых раскидывает к еф я коленую ггвп но живым раунд забирают троечка в ответ у них имеет отлично отлично но вот есть варианты которые прослеживаются который на которых могут играть ггвп и спокойно вроде бы цепляет со стороны альфы проходит да и могут много чего использовать я не знаю почему они это не делают я с тобой полностью согласен них есть очень много моментов за которые они просто цепляются и вполне могут выводить спокойно преимущество по раундам свою пользу но они постоянно что-то пытается перестраивать в раундах переставлять игроков и в очередном раунде у них опять же проблема боится что погибает рак и здесь же аркада проходит опять же под позиции центрального кафе она же тэшка есть минус от дазла погибает 1501 окей но тем не менее здесь скорее всего на размен уже будут далее играть игроки ггвп они очень медленно и так действовали сейчас они еще и в численном меньшинстве так что минусами срочно нужны выход будет через винт здесь будут пытается найти фраг ему это удается даже удается найти даблкил неплохо тем временем ахмет на размене плюс добивает азла остался один подруга который вроде успел сместиться на b но об этом уже могут догадываться игроки за north remembers просто не делают каких-то точных ставок да на то что соперник находится на бете они позволят поставить подруги 39 хп остается подруга уходит скорее всего опять же на чердак так а дуала есть еще но к покажись пока вы да есть дуал и там еще 30 патронов этого более чем предостаточно хорошая позиционка с пойдут выбивать но мне кажется парни просто будут дергать на тайм да так оно и есть и расстреляли спокойно на окне подругу хаешка не помогла четвертый раунд для команды the north remembers 43 но пока что на второй мапе тоже карты в городе идет довольно плотное но противостояние постоянно один раунд качается то у ггвп то у команды the north remembers но вот сейчас если же north remembers берут еще один раунд то 5-3 в принципе два раунда преимущества перед второй половиной будет неплохим результатом для них но до этого еще надо добраться и судя по всему вектор атаки определен под альфу и хотел сказать то что это будет фас но они уже встали поэтому на вряд ли здесь будет какая-то агрессия не исключено что стэша можно сыграть через винт но он опять пытается байтить бету хотя все эти раунды это особо не удавалось там даже если плюса закрывали особо ослаблений на альфе не было но хотя до хотят чтобы стэша движуху навел но вот сейчас терпит лишь только по себе поражение закрывает уже раз сейчас игроки обороны потеряешь к стране атаки блуд нашивы выход плента платан очень агрессивно ввиду его халсбара 14 лишь было на там заходите спина тахмеда который я даже не увидел но вот два места нашел легко остановил сейчас которая задумалась как раз таки тоже о пленте и дазл осматривает спина на которых раз таки выходит ахмеда пока я от тиммейтов от ахмеда уже это 3 фраг и стэша до проходил один на бету но все он остался одним четыре его сейчас задача попытаться подцеплять кого-то кто попытается пройти попытка батить на бомбу но нет сейчас даже если падают друг на фаме раз но не просто всей гурюбой закрывается цена по нему есть сейчас можно уже спокойно его окружать и забирать попытаться слова опять же ахмед душный 13 5 уже сейчас счет его он час очень много дел навел которые просто не позволяли ггвп забирать раунды и очень сильные на фамберс имеет ну мало человека мне кажется знаешь ему надо убирать приписку муп ахмеда и вот ставить душный ахмед вот в принципе задумайся задумайся дорогой друг но тем временем это 5 3 все-таки закончилась первая половина в пользу игроков the north remembers идем на смену сторон но опять же the north remembers мне кажется должны сейчас максимально цепляться за эту мапу но они потеряли первую карту по сути свою первую карту у них было очень хорошее преимущество и здесь они должны просто грызть своих оппонентов но с другой стороны ввг это пик команды ггвп но посмотрим посмотрим что у нас будет на второй половине все-таки первая половина тоже была неплохой для the north remembers когда они находились в обороне на карте буря в пустыне но вот на второй половине там уже подкачали немного но как немного очень много 5 1 сыграли против команды ггвп и здесь не исключено что парни также могут выйти на камбэк но мне просто кажется то что у команды за north remembers мотивация сейчас просто максимальная типа проигрываем не набираем очки все парни вариантов никаких больше нет первая карта она знаешь такая но от нее ни горячо ни холодно так скажем ты ее взял да вроде как неплохо можно попробовать там немного под расслабиться на второй карте хотя это нежелательно это можно сделать но нет в этом смысла никакого а вот вторая карта она уже припекает поскольку она расставляет все точки над и либо ты победитель либо ты пораженный так что смотрим смотрим-смотрим хотелось бы посмотреть потому что ребята дальше выбирать пока что что для себя будет удобнее атаки так что они тебя сотни она хотят может я уже отдал окей окей тогда чего ждут ребята покажет еще не с ноги мы тоже ждем там у нас на чатике пум прум пум пум было вячеслав салахов пишет макса ты сейчас где живешь в каком городе я сейчас в киеве я тебе ответил если что в чате ребят это мой канал я просто не с пбшного канала в чате со своего канала вот и все поэтому это не хулиган вот тот у кого гаечный ключик такой да и чайф тиви это я остальные все хулиганы вот так вот мысли сейчас просто на всех наехал тут нет все хулиганы кто с таким же никнеймом без ключика хулиганом можете не верить а вот чайф тиви и ключик это вот я да так пум 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 что тут еще слава писал максон когда я только приехал в украину со мной столько всего было надо просто слушать это норма да я понимаю я понимаю да тут мне кажется просто утомные людей можно найти кучу всяких историй по их переездам в разные страны или же города так руслану я привет передал вроде больше никого не упустил либо у меня чатик подзавис либо ребята если упустил то апните свои приветики я всем передам тег ну поехали вторая половина карты взрыв в городе два раунда преимущества у команды the north team members душный ахмед также имеется в активе но поехали 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 так сша си 5 1 2 ну можно было ну ладно так тоже принципе окей просто думал можно в разное место поставить и так же продуктивно играть атака аккуратно проходит под альфу они под хаешки и под смоки играют поэтому их так просто нет по дорогам вот они ждут и вот пусик он 20 таки кстати можно такими этими что поджима ждать тоже в принципе она все по дефолту и потом аккуратно подходить просто стоять тоже долго вариантов нет потому что во время банально тратить очень аккуратно играют на русском образ они даже си 5 там закидывает оборона то все все гораздо проще они просто стоят спунта но тут в принципе зачем изобретать велосипед да понятное дело что они более простенько пытается играть дазл там вышел на пик тэшки на дамаг накинуть не получилось блуд тем временем под бомб сайтом понятное дело что команда the north remember's пытается играть очень медленно так с чувством с толком с расстановкой поскольку они боятся опять же потерять эту карту для себя поскольку как и говорил ранее подобные моменты уже были но здесь аркада дазла есть минус от плюса и тем временем плюс погибает от рук ра отлично есть информация по 15-01 ра находит даблкил блуд тем временем закрывает хала дрога остается один билл тнт есть информация что в тэшке находился его оппонент он прекрасно слышал смещение от блуда но тут здесь его явно не простил пачка есть ответный раунд от команды каждый счет на табло 54 но они по сути уже впритык подошли к своим оппонентам но и еще один раунд возьмут вовсе сравняются ахмед попытка выхода на тэшку но до зла опять же очередной раунд и в аркаде на тэшке проходит и ахмед грит это куда попался дорогой видал фраг минус падал отлично 54 далее проход будет наверно дальше так же потом но оборона отпускает бы эту на квадрате остался подругой блуд уже на тэшке рано подкрепи с перемычки вот этот кирс это же винты просматривать но я так опять же медленно но верно подходит выхода на альфу сейчас лишь бы не посыпались также в секунду как это было в предыдущем раунде в принципе а ешке сторону пункта 15 на 1 нужно выходить плюс на хоть фраг 6 по подруге будут аккуратно ждет сейчас выход из стороны атаки ахмед ту июй натанцевал на проеме дверном его блуд спокойно забирает сейчас 4 в 3 ситуация и все и снова стесняются игроки атаки но хотя есть повод блатан по бете выдает инфо том что никого нету и вот уже плюс идет на подкрепу еще с пристройка на этом скажешь что и хорошо хорошо стоишь и закрыли ра немного рейлины тем временем блуд на 11 процентах здоровья все-таки за этот раунд уцепиться будет нереально мне кажется если он только по головам сейчас не раскидает не раскидает 1501 добил своего оппонента так что раунд за командой the north ремемберс опять же два раунда преимущества вернули в свою копилку уже неплохо но у команды ггвп на ручки то потихоньку начинают трястись поскольку соперник все ближе и ближе к победе надо надо поднажать немного рано смещение под альфа у него на подхвате будет дазл на двойке плюсом блуд закрывает выход через винт здесь плюс опять же играет под мидал он периодически треплет нервы еще и подруги ну и вроде как направлен выйти через винты но винты опять же напомню друзья навряд ли они будут выходить просто соло без поддержки тэшки боковой а боковая только сейчас готовится к выходу были раскинуты хаешки хаешки оставили ра 18 кп но дазл пока что пловый ра наступил на еще одну хаешку заявить ее не удалось 1501 находит минус дазл уходит под смог закрывается в бомб сайте ну и вроде как так скажем тучи то сгущаются в районе альфы но выхода нету а теперь отпустили еще и винт а там теперь еще и плюс ай-яй-яй плюс засветил свою позиционку от ахмеда минус по блуду отлично а ешка прилетает на двойку дазл борется до последнего закрывает каладрога но 1501 его не прощает есть инфа по стэше стэш там на двойке пытается еще килиться и жить под руках вроде как вышел на саппорт а неплохой минус от стэши но там спину идет пл тн т хороших а ешках нет погиб а вот теперь все внимание будет именно на блатанта смещено стэша вышел на чек а он заметил он вроде как в прыжке прошел двойку и такое ощущение что он видел да 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 он еще и целенаправленно устелся на прием через перемычку так что скорее всего это будет бы и подруга уходит на миддл до бомба была установлена и бил тн т но по дефолту на чердак но сейчас заходит и топает подруга то слышит да вот пошла инфа стэша где-то подкрепан но ее не нужно было даже 24 ребята сейчас раскидали 24 опять же аплодисменты аплодисменты грамм забирает гвп 65 опять же молодцы 24 но стэша там на двойке очень хорошо прожил типа он держал до последнего альфу и нашел пару минусов а ешечку отдал новец большой молодец подруга на х и под миддл играет сейчас мог бы найти фраг нет пока что только лишь хаишка делились отделились ребята кстати кстати атака сейчас вот мне по сути цена страниц качаешьs north remember сыграет то есть они так аккуратно подходит они серьезно очень атака свой подготавливают вот любые спунта в принципе но очень как-то передерживают сейчас вот хаишка синдром атрибут но это очень обидно вот сейчас это ты отстанешь от них когда-нибудь у меня вопрос все микрофон выключил что уже горелки пошли ладно не ну просто серьезно когда-то передерживаешь у тебя то потом времени не хватит то где-то кто-то сыпется и вот тяжело но пытаются для себя как-то эту тактику подмять и наверное на этом то может сказать что это наоборот к лучшему это наоборот к хорошему и можно на этом просто вот так она выходит потихонечку цепляют часы гвп потихонечку по одному вот так вот забирают и вот ситуация в меньшинстве сейчас для подруги и стэши который не могут разлюбить но есть информация по билл тнт так что стэша должен будет здесь его принимать а я ей подруга попытался сыграть на перемещение под мидл здесь же кал дрога его накрыл стэша прекрасно это все таки будет бы сайт билл тнт особо не пытается контрить выход через перемычку так что он позволит стэша сыграть на выбивание но стэша уходит обратно на двойку и будет в ожидании кала дрога находиться хотя информация по нему отсутствует была инфа что наоборот оппонент сместился под ноль но стэша здесь особо гадать не решается остается просто на двойке так а ей какие тайминги тэша не в этот раз не в этот раз забирать сейчас его семь-пять уже марфу мемброс в шаге для того чтобы победить вот так там стиве передай привет моим инвалидам снэкин тим привет привет ребята так смотрим хал дрога на выходе под боковую под него также выходит и оборона которая на аркаде пыталась разыграться до зал дал небольшой нашив отошел нашли за цием смоки но они особо не нужны были то есть ну так и так атака будет медленно подходить вот просьба 15-01 на раскидке хаи под баллами еще рядом подкрепа находится да зал попытка также защититься и рад рядом ра находится хаи до зла нашу фраг неплохо там и далее будет выход 15-01 фраг нашел по удасту сейчас и плюс погибает от рук блуда вот уже ахмед в пленту но как только зашел также его и выключают стэша нашел по нему фраг 15-01 закрывается на боковой вовсе вроде бы как отходит даже но в это время потому что инфа была от блатанта я понимаю на бете 1-1 пока что еще не ясен вектор как-то сами может быть даже не понимали игроки на форме что хотели изобразить но по блатан сейчас переждет идет если он здесь еще найдет фраг то именно здесь и закрепится но хотя блатант уже не имеет просто инфы если кто-то вроде бы человек вроде бы никого но рата рядом рата выходит запирает по нему фраг а слышали пасы нет там не слышно принципе чашку ты должен быть закрывать до 15-01 блуда и его также закрывает но это еще один раунд для команды за нордс ремемберс и тогда победа будет у них в кармане три раунда надо забирать ггвп пора надо очнуться и два же был вроде бы нет и типа не не 5 3 они 5 3 до 5 3 это допу взяли допу взяли понятом ну что-то готовы ходить просто наркоте быстрый вышел на дозу но это уже столько нет на романе играть до славы выключает на двойку от ахмеда ахмед сейчас может просто спина зайти но там свинтов он и не ожидает того что то что-то его закроет но вот один в один лишь могут изменяться на танк не спор радов вам блуд на выходе двойки минус по батанту 2 в 1 уже холдрога последний на друга нужно выключать щас буду него получается и 121 он все-таки выводит ситуация спеша его позиционка пока что неизвестно холдрога который заходит тэшку бежит под эту судя по всему да но времени то у него в принципе еще предостаточно так что может поиграться здесь со стэшей смотрим стэш остается под альфа да и он не побежит под бета он даже может понимать что холдрога ушел с альфа он просто будет сидеть здесь до последнего так что холдрога ну да чё ты руинишь то мои слова куда ты пошел вернись под альфу и сиди до последнего ладно он понимает где находится холдрога да как раз и выходит в единый тайминг с ним на перестрелку есть информация и минус раунд для команды ггвп друзья но два раунда это все что могут для себя сделать ггвп и выйти тогда на овертайм и иначе победа за наш 3 мемберс но и мы перейдем с вами к третьей карте в данном противостоянии тоже будет картами там но пока что мы еще до нее не дошли подруга на аркаде рядом также тиммейт они ожидают атаковать болтан терять свой хп на мосту против стэша который поставил c5 и отходит он играется его в это время укрепление просто альфа идет а четырех человек так они хотят далее проходить мидал или же нет вроде бы отходит спокойно и смоки дазал пока что один альфи вообще укрепляли эту позицию но в итоге то один человек здесь вообще осталось очевидно не смоки в сторону плента яхмед наверно попытается как-то открыться очень много смоков сюда отдали но самое главное чтобы знаешь они не просто так эти смоки отдали но судя по всему просто так сейчас они спадут и выхода абсолютно никакого не будет да есть еще звено в районе бэса к бету укрепили для себя ггвп оставив под альфой одного дазла и на подхвате у него с винтов будет блуд блуд как раз киреноса на двойку сейчас c5 взлетает на воздух теперь появилась точная информация по перемещениям игроков б сайте 44 хп остается у пл тн т но там погибает уже плюс так что блатант остался соло так дожмут его нет но пока не решаются хотя вот сейчас на подругу может наткнуться вполне да так оно и есть подруга находит минус а там и выход подальку пошел параллельно только почему-то когда игроки б сайт погибли пошел выход подальку странно немного 15 0 1 дабл килл нашел 46 процентов здоровья 1 в 3 ситуации есть инфа и по винтам и по двойке по пятерке аешка прилетает бомб сайт 15 0 1 заставляют открываться но заставили один раз не удалось накинуть дэма теперь он уходит еще и на боковую него в принципе есть возможность помансить но времени так что подруга добивает своего соперника и берет очередной раунд в пользу своей команды но вот теперь теперь это уже игра так скажем психического плана психологического вот так будет правильнее сказать один раунд забирают ггвп овертаймы один раунд забирают за норс риммемберс победа ну давайте посмотрим давайте посмотрим и очень интересненько очень интересненько как разыграет потому что норс римм раз не пытается упором всей командой на какую-то позицию выйти они пытаются сплетануть медленно подготавливать опять же света кстати вдвоем сейчас запросы ахмед попытка выхода на винты и там будут на приеме играть сейчас который с его вроде бы играет но периодически пикает стэша опять же он один на бете он просто поставился 5 он ждет поэтому альфа может спокойно укрепиться вот пошел минус вот таки на ходе фраг по ахмеду так что давайте просто звено на винтах отвалилась и вот только сейчас выходит боковая тэшка вот это опять же вопросы норфом эммерс который очень интересно так сами себе палки в колеса просто рдовый калдрога билл тнт не решается выйти на тэшку а там спине уже стэш но попытаются уйти стэша здесь соберет очень много информации но остается надеяться и в команде что очень много фрагов погибает билл тнт есть информация по 1501 который выходит все-таки с пачкой по подруге но дазл играет на размене 1501 даблкил отлично 57 хп отходит еще назад но здесь тэша опять же засветился мне кажется его слышал 1501 а я я я опасно стэша погибать нельзя ни в коем случае если и третий минус найдет здесь 1501 то он и на и сможет замахнуться дазл остается в бомб сайте он слышал подходит 1501 тот погибает это все-таки овертаймы браво молодцы ггвп очень хорошо сыграли да были моменты где их могли задушить игроки команды the north 3 members но три раунда назад я сказал что один раунд нужен the north 3 members для победы и три раунда для овертайма в команде ггвп и ггвп все-таки смогли очнулся смогли собраться и выйти на эти овертаймы сейчас они по сути должны находиться в довольно неплохом таком бусте по морали но и собственно говоря дали душить своих оппонентов команда the north 3 members явно сейчас растеряны что и как им делать видно то что они не понимают им надо провести небольшое обсуждение но судя по всему парни уже сами находятся на небольших эмоциях поскольку сразу же рвутся в бой может быть у них знаешь было пару тузов в рукаве и сейчас на овертаймы они как раз таки и выкинут поскольку других вариантов уже не остается если не сейчас то уже никогда но давайте посмотрим итак серия дополнительных раундов полетели хаешки сторону кстати в ответ вот это они очень сейчас хорошо залетают да немножко заставили подержаться в страхе north members но не задели но и все как раз таки тоже понимают о том что это дефолтные хае принципе трамок зарядить и поэтому сам начале раунда принципе туда смотрели минус после шибла танцы опен фраг и 5 в 4 и атака опять же не на наверно подходит тэшки и также боковой 15-01 разыгрывать эту позиционку до слава ходится наркана под нашу выходит так но он сейчас сам первым рано откроется он до поджал но еще и дальше пройдет наверно да есть выпад и 15-01 на ухороне надо было отходить надо было отходить 15-01 нашел минус до блуд и не но ходит на перестрелку ура остается на обороне позиции а плента там на боковой опять же находится 15-01 тэшки покидает все таки плюс он погибает от рук подруги который сыграл на поражен через миддл но здесь идет укреп судя по всему б сайта раз поймали игрока на смещение через ноль то естественно логичный вывод для себя сделали ггвп что оппонент находится на бете подруга уже находится в ожидании вместе с ра но и тем временем подруге удается найти минус по билл тнт а 15-01 выходит подальфу будет ставить бомбу акал дрога но спокойно уйдет через мозг поставили бомбу на халдрога может быть убит подругой который на его нашу а яда все-таки забирает на стороне последний инфа по нему было все-таки от который ожидается сейчас его тиммейта важно не погибать на сам ходит на игру против двойки наше вайт рапе на страниц до родового состояния 14 ой 4 хп подруга сейчас вышел сейчас на тайм будет играть подходит 1 1 подруга слышала выходит окси перезаряжается в поле у него патрон было на все-таки выходит и забирает его сейчас успевает ли да успевает и это будет раунд для игроков ггвп разбирать его . бомба деактивирована но на волоске на волоске 27 вот и все даже не то что 27 секунд там ребят на миллисекунды уже пошла пошел отсчет 27 миллисекунд и не успел бы ничего сделать здесь боец команды ггвп но в любом случае это было довольно плотно молодцы парни смотрим за продолжением ахмед опять же попытается надавить на своего оппонента через тэшку на подхвате у него находится плюс да и в целом еще два игрока его команды и оставили всего лишь одного билл тнт на работу через мост но мидл никто не закрывает этим пользуется блуд выход на перестрелку но все-таки билл тнт был на страже порядка есть минус должна появиться информация сейчас о игроке на мосту но и не исключено что в целом атака попытается опять же изменить свой вектор но здесь очень хорошая хаешка залетает под ноги к подруге минус два игрока у обороны но вот это уже позволяет немного команде the north remember почувствовать себя хозяевами на карте но и наказать своего оппонента но если они слишком заиграются то за это их накажут ггвп небольшое перемещение страны оборона имеет все-таки стэша ирана быть сейчас слышит спокойно отстрелы с окон и бросает сейчас альфу дазу который идет на винты он топал наверху его должен на рано слышать на 1 да и шифты также вы должны быть слышны ра выходит на выдувание 2 хп остается дазл уже должен быстрее бежать чтобы выбить не дал до закрывать 15-01 небольшой минус нашли для себя три в четыре ситуации бомба установлена выход совершенно квадрате пристрелка должна быть против дороги в дом не постреляешь через две шермочки ра и дазл рядом дазл закрывать сейчас полдрова рядом ахмед а его дазл не слышал но вот есть нашив от ахмеда который попытался закрыть у него получилось лишь последний 1 3 выход от плюс а его не переживает стэша раунда атаки имеется 99 по-хорошему сейчас ггвп не отдавать бы ни единого раунда не единого так что там ахмед бил тенте парни что-то там просто по клавиатуре долбит что произошло я просто вот как-то особо не заметил там каких-то таких веселых моментов но ладно это уже отдельная история друзьям опять же open со стороны команды ггвп но тут же размен не заставил себя долго ждать плюс опять же находит минус и выход будет тэшки плюсом работа боковой мне кажется можно дальние дистанции поиграть альфу там тонна хаешек постоянно падает игроки выходят на пике через тэшку через боковую лишние потери по хелсбару для команды ггвп они вполне могут попробовать отойти на пятак и двойку и попробовать сыграть именно с этой позиции на раскиде хае можно запустить под альфу это будет не так трагично ребят не бойтесь жертвовать какие позиции для того чтобы в дальнейшем просто взять раунд для себя но тем временем остается на выходе через двойку 15-01 его также дожимает остается один стэша на игре через тэшку 15-01 и его нашел есть минус и второй раунд будучи на первой серии овертаймов забирают для себя за норстрим мемберс 21 счет на табло ну 31 ггвп там нельзя ни в коем случае давайте хотя бы двоечку хотелось бы взять но надо немножко постараться принимать атаку проходящую так ран человек паховое там холдрога трудал нашу как раз таки тоже сторону планта раунд дропается и блуд но хоть прок а там и блатан был на хаешке вы спокойно ловит блуд два фрага есть для них и хороший задел на взятие раунда стэша открыл собой под 15-01 он наверно также выдал информацию о том что замечал на нуле оппонента хаи от плюса дроп на миддл минус стэша куда будет проход далее может выйти в сторону винтов или же миддл пытаться пройти но 15-01 в это время нальф пытается выйти по этому плюсу наверно достает лучше винты вы проходите и надо выключать сейчас блуда который играет на приемке прохода по своей позиции пусть открывается и буду закрывает сейчас два размена уже есть и плюс выход на миддл там пока что никого нету но и 15-01 особо не торопится разыграть все боковые лишь и тэшку но и все-таки это будет альфа или что на времени да конечно сейчас много да да согласен то что они могут побегать но судя по всему можно там вроде как и плюс вышел через винты есть информация но вот вышел хорошо почему 15-01 то он даже не смещался в сторону боковой он просто стоял вот в этой яме на лестнице в сторону боковой и все вообще никаких перемещений не было почему не знаю не знаю ребята очень много вопросов которые у нас с вами без ответов к сожалению но естественно то что 15-01 здесь уже дожали за парень тоже довольно неплохой но потеряв единственного своего тиммейта оставил себе ситуацию один в три но и оппонент уже так как находится в довольно такой животрепещущей ситуации навряд ли пошел бы на какие-то отчаянные меры на поиски своего соперника они просто сидели и 15-01 был вынужден сам идти к ним в ловушку опять же open ra находит неплохой минус здесь же ахмет на размене моментально сыграл не исключено что в целом перемещение пойдет дальше на b но ахмет здесь долго не протянул подрывается на хаешке подруги и здесь же перемещение проходит от BLT&T на позиции винта прошу прощения позиции моста и через винты уходит все таки плюс на миддл но укрепление b сайта свершилось дазл прекрасно слышал это смещение на ноле он должен будет ловить здесь 15-01 есть информация также по плюсу он погибает но а BLT&T только сейчас решается выйти через мост у него остается и так рядовый холлсбар но и при этом друзья 15-01 еще слишком далеко а хотя нет нет все 15-01 уже подошел он уже подошел так что проблемой быть не должно столкновение под бетой но если они опять же будут долго думать и смещаться по одному то ггвп их за это накажут два в четыре вполне в состоянии за nostril members разыграть для себя но самое главное опять же сделать это так скажем по инструкции о спину никто не контрит а там подруга будет сюрприз мазер фазера и минус блатант 15-01 последний на 1 4 он слышит сейчас дом пройдет на широкую там раунд может ему сейчас дать демоджер который возберет до минус прямо есть перетяжка на стороне перемычка его подруга замечает должен также который получает также по голове сейчас также подруга каленый у него 15-01 очень опасно вел перетяжку он все-таки он проходит и сейчас он может стащить один в четыре два словах по подруге блуд сотка но его то время только хватает для того чтобы поставить бомбу в принципе сейчас да получается без проблем ну и вдвоем подруга с блудом пойдет на выбивание 15-01 от графа сплента его уже заметили подруга должна работать выход в упор 15-01 в горе замечает подругу попытка забрать его нужно быстрее идти он уже 3 минус дает сейчас блуд один в один против 15-01 который выйдет и просто нашлиф но это похоже на раунд для 15-01 который пытается нашить он все эти открывался фул торсами сейчас нужно убегать немножко не получается но будут в упоре терять свой хп 80 40 у 15-01 игра в упоре выходит блуд на ножи браво 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 чуть не отдали 1-4 это не важно главное не судят не-не-не-не-не мы с тобой тут и победить на нас правило не распространяется главное что это вот действительно знаешь мальч и в целом эта карта они насыщены на такие моменты вот примерно такой момент здесь был и в целом на протяжении всего этого матча таких моментов более чем предостаточно ну что же смена сторон теперь за нож три мемберс будут в обороне но сейчас ситуация немного изменилась теперь раунд преимущество есть у ггвп ну да есть как они разыграть в основное время ребята показывали в принципе игру под б мост в частности и там раски проходили туда выходили в итоге даст вы играл на тэшке пятерочку он разыграл медленно пятерочку вот и как-то вот так вот играли не знаю не могут попробовать попробовать повторить это но получится ли что я одной рукой ударил по вилке который находился в тарелке рядом потом я из-за того что ударил ее случайно ударил но это же рукой микрофон я илюша небо и своя но тем временем за норстрима борт на приеме уже белки энте энтри фраг погибает уже дазл проблемы нарастают белки энте дабл килл но опять ггвп в одну и ту же лунку ну насколько можно сделайте battle ну пожалуйста вот мидл хотя бы просто мидл плюс мост ничего замудренного или старую добрую страту выход винты тэшка и боковая но их постоянно где-то вот по одному там хватают и это большие проблемы для них хаешка от подруги прилетает все-таки погибает ахмет и тем временем друзья ситуация но немного выровнялась можно так сказать а вот теперь вовсе выровнялась тэша нашел минус но можно было не допускать про на ножах попытался практически с по боковой выход от тэшки на подругу дал демочке на столе забрала восторж последний находит фраг у нас на 1 и плюс все-таки закрыла его и 11-11 что-то надо было становиться были близки ггвп чтобы забрать этот раунд но вот ну серьезно но выход там же было очень важный я не знаю но такая мотивация людей брать ножи в такой ситуации конечно быстро пройти и это все было бы здорово но лучше с его выиграть бывают моменты да где я помню на миксах играю не любят а на ножах я также себя иногда ругаю когда я беру в каких-то моментах поэтому я нисколько не защищаю себя допустим в ситуации нужно понимать но они машинально выхватываем эти ножи то есть вот и сам даже вот и ругаешь за них ты сам знаешь что что их не надо брать и они палец сам туда просто залез ну ты в этом не виноват как бы но вот да постоянно думать о том что ты не можешь взять нажидок это я игре не думаю считай выход от дазла закрывается таки 15-01 а здесь ахмет опять же идет казнить находит даблкил была информация по подруге которая также погибает дазл пытается еще что-то придумать находит минус по халлу дрога но белл тнт его не простил выход от стеши на плюс а который также подрывается на хаевке а вот это друзья заявочка на победу смотрим за двадцать четвертым раундом который решил свершиться и кто его возьмет гвп могут они попытались сейчас разыграть это но что сплитом тэшка винт боковая но не получилось вот сейчас выход на бет а там плюс один на бете обороняется у него подкрепы никакой совершенно нету оборону укрепил альфы и вот пятерочка дазл то есть он аккуратно батит и сейчас плюс все от него зависит если он погибает сейчас то атака должна быстро просочиться поставить закрыться и далее разыграть плюс смотрю куда-то в сторону еще и не знаю пятак там потерял и что было я не знаю что заставил опять же но он погибает и вот этим пользуется ггвп они находят фраги она хоть возможность прошли поставить должны и закроется но так металле перемещение фраг по блуду и накинул дэмэдж дазл но погибает на развороте от ахмеда хорошая пачка от него и пхает ахмеда полетела также на катушке кстати три слова конечно три слова были но как его просто таки смогли вот найти эти фраги ахмеда душного тоже закрыли ахмеда душного тоже закрыли но да здесь видишь течение что они раз от раза включаются игроки за наш три мемберс и это служит проблемой но гвп хотя бы один раунд и тогда они смогут спасти ситуацию опять же но вертаймы но здесь опять же open посмотри а сеши залетает раз закрывает ахмеда как раз таки душного парня и вроде как продолжает далее прессинговать позиции а плента но не исключено что это будет все таки ротация на б там перемещение на мидл проходит от блуда вроде как еще и подпад от подруги к стеши на на выход через мост да так оно и есть там один плюс был на приеме будут его закрывать без проблем трога смещается на перемычку но он опять один он опять один так что здесь его будут наказывать за такое перемещение дазл покидает полностью позиции на а плента хотя холдрога живет посмотри закрывает еще и блуда не надо наверное за ним охотиться просто ставьте бомбу играйте в закрытую да да старая добрая зашли поставили закрылись все без проблем перемещение на мидл здесь 15 0 1 а дазл должен его слышать просто не имеет права не слышать но 15 0 1 его зажал без проблем подруга но надо закрыть надо закрыть в спину 15 0 1 перестрелка против ра у которого один процент здоровья находит очередной минус информация по подруге также имеется он на себя забайтил находит неплохой минус 1 каудрогом но там парень оказался уже под перекрестным огнем и вновь они будут просто вылазит из такой вы поняли о чем я говорю и вновь они опять спасают себя этим раундом и вполне могут выйти победителями если возьмут еще и трейд но мне кажется еще серии овертаймов поехали до выходит на тэшку блатант рядом х и от него полетели дазл может выбегать уже сейчас х и подракал как раз таки бил тенте и выход выход пойдет нет не торопятся ахмед на закидывает х и также свою очередь на боковой пойдет на юрка но в это время на мосту стэша подруга вдвоем попытается выйти как раз таки разделять свои силы и атаки на то чтобы пройти по всем практически позициям там также на винтах есть будут который выйдет с плите ахмед закрывает сейчас ра звено на бы должно уже действовать потому что терпит поражение надо уже дали разыгрывать вот как раз таки 15 сейчас погибает даст волна что тот важный фраг 4 в 4 выход почему-то в соло от блуда но он совершенно не нужен был сейчас просто отдался выход против лица от подруги удобный я говорил ну я я говорил я согласился но я не говорю что ты спорил но дазл 4 хп давай старая школа поехали не поехали приехали билл тнт находит минус и это очередной раунд для команды the north three members друзья продолжаем наблюдать за картой ввг все великолепно вторая серия овертайма всем доброго времени суток друзья кто только присоединился к нам на трансляцию мы с вами здесь надолго поэтому запасаемся всякими вкусняшками тащим все к компьютеру и наблюдаем за нашим любимым и красивым поинт-бланком все кто старички алды кто тоже зашел на трансляцию по-прежнему пишет этот вопрос господи сколько я его читаю уже года три наверное подряд в это все еще играют да дорогой мой друг ты не как бы ошибся ты можешь доверять своим глазам в это все еще играют и я тебе тоже советую зайти посмотреть что здесь много нового есть очень много нового и там я написал точнее я написал а какой-то парень написал то что типа но там добавили пару новых режимов арсенал там дуэли и так далее ты чего дружище ты столько опустил вообще аксессуары новые режим карты друзья повышение призового фонда в этом сезоне пбвц в москве который прошел грядущий пбик дружище здесь куча всего и так что вот если ты еще не пошел скачивать я не понял почему ты еще не пошел скачивать вот быстро спасибо максим рубляем обращайте но проблема но проблема синьора синьора им продолжаем за просмотром на рф мемброс вот так сейчас глупо в обороне протеря смайки сразу тешки но плюс там аккуратно месяц 15 один ходит подрога в сторону тамара на обороне простоялась и 5 и 5 в принципе все одно и то же кроме того как услышать поддержка в лице подруги раз сейчас находит open по холдроган неплохо полетели хайки там плюс наступает 30 остается просто кончики проехали их не на секунду нормальный видео ночные рейсеры хорошо одно смотри гвп опять вроде как пытаются выровняться да понятное дело то что это первый раунд на второй серии овертаймов и говорить о чем-либо очень тяжело просто они постоянно находятся в таких качелях то один выйдет вперед то второй кто-то вот блеснет постоянно из них у команды за нас три мемброс у них есть как минимум вот сразу же могу назвать два душных пацана это 1501 и душный ахмед вот просто это какие-то безумные парни если их вырубаешь игра уже идет немного по иному руслу объясню почему 1501 и ахмед они чувствуют себя совершенно иначе на карте видно то что они не зажимаются они не боятся своего оппонента они на оборот говорят я не спрашиваю сколько вас я спрашиваю где вы и они просто идут и разваливают и как только эти звенья погибают это становится проблемой для команды за нордстрим мемброс я не говорю о том что оставшиеся трое игроков из них ничего не могут я говорю о том что душные парни которые не боятся и вот просто идут уничтожать именно моралью своего соперника присутствует это 1501 и ахмед далее у них есть очень грамотные саппорты но опять же эти саппорты периодически пикуют не в то время и не в то место и это становится проблемой нужно очень сильно подумать координатору команды за нордстрим мемброс над тем как расставлять приоритеты для своих игроков и илья очень часто возвращается к тому что нужно играть от трущихся игроков вот я бы на месте координатор попробовал сыграть от 1501 и ахмед да это один из вариантов которым можно воспользоваться а ешки отходим все окей осталось ничего страшного очередные хаестер на таки но они тратили того чтобы какие-то минус отдать но и кучу потратить под свой выход протеря тараха я через сторону тюешки на выходе 1 нужный свап выпрыгивает и получает пулю отдавал но все-таки закрыли сейчас всю оборону кори минус плохо дроган он также погибает подруга последний на бете что-то чекает а ему тут слышно да тут оппонент у него тоже тоже в упоре есть плюс вот там подруга нужно открывать и подруга понимает о том что это просто его разводят и оппонент находится в альфа который поставил бомбу выход получает по голове и 12 ситуация плюс может подруга услышать на перетяжке но не тоже фокус внимания смещен подруга вовсе уже на винтах готов ходить на альфу и плюс спокойно пройдет час по нулю и задет тэшку на поддержке к ахмеду будет вместе играть и подруга садится на дефос время совершенно не просто спокойно ахмед выйдет забьет до подруга это транскрейс просто потеряет но навряд ли да он здесь добьет двоих если бы конечно еще и добил двоих то времени бы нет к сожалению такой момент был но один кей начала второй половины серии овертаймов положено поехать точнее второй половины 2 господи первой половины 2 серии вертали я уже запутался пацаны что так много овертаймов погодите но тем временем у нас опять же была попытка пикнуть мост и здесь же находится плюс у него на подхвате билл тнт мост навряд ли будут играть более агрессивно ггвп это та позиция которую в принципе можно подарить мы с вами очень часто видим как играют именно на прием моста и терять здесь игроков и ггвп поэтому можно отдать одного игрока на квадрат и в целом позволить зайти на бэту опять же старая добрая тактика можно чем-нибудь пожертвовать чтобы далее просто взять раунд для себя не надо так рьяно бороться в одиночку за какую-то позиционку если ты точно видишь что ты ее не удержишь но там уже проблемой на бэйте плюс но уберите детей от экранов неплохой три паукил молодцом парень остается спеша и подруга подруга нашел один минус далее погиб остался один стэша четыре оппонента на карте стэша но судя по всему он особо торопиться не будет может быть команда что-то обсудит за это время но 30 секунд поехали до до времени это достаточно тут как раз отомститель пишет 97 119 все может быть а ешки от стэш я полетела по порядку хорошо страшно на нож просто посадить не получается на страны забирают как часто вообще вы получите на стран забирают на трансляциях по им планка вопрос но с учетом новой системы проведения редко до этого довольно частенько мы слышали эту цифру но опять же друзья поехали посмотрим за продолжением опять же the north's remember посмотри как разогнались просто они душат своего соперника 3-1 парни но можете все в ваших руках но просто не изобретайте вы велосипеда сыграйте по той строке которая у вас работала предыдущие два раунда не надо ничего нового перемещение под мидл плюсу удается найти минус по стэше им удается зайти и на позиции б сайта и ослабить очень сильно позиции а плента перемещение от блуда который пытается сэйвить еще как-то в плент но насколько это будет пропитным максимально отлично нашел минус дазл тем временем добивает своего оппонента и здесь же ахмет на размене оставляют одного блуда против двоих уже против одного неплохо есть информация по халу друга но у хала также есть информация еще и по блуду у которого 43 процента здоровья навряд ли с ним будет церемониться сейчас скорее всего префом выйдет да так оно и есть есть пачка и третий раунд друзья на первой серии второй половины да господи на первой половине 2 серии овертаймов я когда-нибудь просто сверху свихнусь если мы тут еще четыре серии овертаймов проведем 3-1 друзья это значит то что всего лишь два раунда нужно забрать сейчас команде the north 3 members и вот там артем вроде бы писал в чате ютуба что люблю когда тонна серий допов и потом третья мапа вот посмотрим будет ли она просто и там уже я просто вижу игроков следующего матча парни пишут у нас тут задержка на час ребят ну давайте еще парочку посидим ничего страшного у кого-то дроп будет мы подождем принесите принесите просто валидола игрокам следующего матча я не знаю там явно что-то идет не по плану у них конфу кстати еще не создали смысле конку не создали ну-ка сейчас гляну есть атрибуции гвп так на месте парни но меня-то просто нет окей просто думала ничего но там видишь группы играют у тебя атрибуции точно добавлены может нет у тебя атрибуции вконтакте поэтому тебя не закинули есть есть подвижу в эйк у меня в друзьяшках не знаю данька чё бы я не добавь человека расстраивается сидит видишь но я замечаю их в чате тут уже его сидит полкома да 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 я я видел ребят кто кого и плана мне кажется то она или нет просто не исключено не исключено третий матч будет или отложит да скорее всего будет ребят чё время 10 ауч я почему-то был уверен что время знаешь где часов 8 и мы близки к третьему матчу время 10 не менее мы не близки то есть мы близки к третьей карте сейчас вот так нет я согласен я согласен то что мы близки к третьей мапе но в целом знаешь такой point blank почему бы и нет так я со стула упаду если хотя бы кто-то близко ставил на них не я не знаю макс привет да привет влад макс ты катаешь я катаю да друзья и я думаю то что мы когда мне поставят стол и нормальный интернет мы пойдем с вами под стримчик побегаем самое главное да и кто-то меня спросили ца воре ну давай по-братски успокойся все будет хорошо кто-то меня недавно спросил типа макс почему ты удалил свой youtube ты не будешь больше стримить нет ребята я буду стримить я просто его пересоздал я просто его пересоздал психанул потому что twitch господи twitch творит такие чудеса и я просто он уже завуалированные какие-то знаешь слова такие фразы он просто за них даже уже баны просто подписывает да я я еще не попал у меня просто как бы был стрим с товарищем мы играли в ужастик вот и там короче такой вылетел красавчик и он как заорал короче и вот что-то было близкое такое к мату но он первый пару знаешь букв сказал потом такой типа ему бан прилетел типа за там оскорбление что-то какие-то чувства шовинизма фенемизма что-то короче там какой-то бред был понаписан я уж не помню то есть там такое слово было вот именно знаешь которое можно нет я не буду я не буду говорить я просто тебе и зрителям пытаюсь объяснить то что там такое какое-то слово было которое вот прям подходило я уж больно помню неделю полторы назад было поэтому я удалил свой twitch на twitch я стремить не буду а youtube был мертвый вообще я так как перешел на twitch я youtube он не занимался долгое время там было что-то 700 с чем-то подписчиков я просто типа запускают трансляции там какие-то человек 23 приходит в общей сумме просмотров там 20 набирается и то есть ну совершенно непонятно откуда эти просмотры капают кто приходит на трансляции и так далее вроде как 700 человек есть но актива нет и кажется то что это какой-то накрут дикий и так далее поэтому я не хотел смотреть на мертвую аудиторию я дилитнул канал создал заново вот поэтому трансляции будут проходить друзья на новом канале вот а контакт остался у меня все тот же моя страничка чейф просто вбейте чейф как у меня никнейм видите на экранах да просто вбейте окей друзья вторая половина второй серии я я на месте это хорошо все у нас вторая серия вторых допов смотрим за сменой сторон north ремеймерс близки к тому чтобы так у них 31 было им нужно два раунда взять это что победить но как его п троечку взять нужно не отдав ни раунда по-хорошему пам-пам-пам но посмотрим плетели х и в сторону винтов от холдрога но это нет это были смоки вовсе значит опять же плюс на мосту подруга рядом выход подруга получил по голове сейчас выходит также с тэша с тэша один хп ну еще жив потери хэшки от пресса который идет далее да видите так понимаю да на характере и он сейчас закрывает с тэшу уже два месяца получили ра выходит на перестреливку против моста но не своевременно сейчас он потеряли потеряли тиммейтов и будут вовремя продолжать да зло на выходе под тэшку в это время на винтах также движ пойдет ну и дал закрывая сейчас ра и будут последние вдвоем против петерых ну и заходит плюс забирает первого но и второго релит до четырех хп но и холдрога добивает а у него еще были си-5 подготовлено поэтому тут было бы просто покороточку 17 раунд для норфе мемберс ну смотри сейчас еще три раунда подряд ггвп и еще одна серия овертайма навряд ли это сработает конечно но если сработает я скажу я сговорил ну ладно друзья поехали за норфе мемберс но они вцепились уже в эту мапу навряд ли они и будут отпускать и позволят вообще хоть как-то разыграться команде ггвп и очень много сил и энергии оставили здесь наши команды я не знаю как они будут разыгрывать третью карту мне кажется там фил 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 фест будет но пока так пока так дэмэш залетает уже по стэше перемещение на боковую плюсом тэшка плюсом винты будут вполне может выйти в единый тайминг со своими тиммейтами но у команды за норфе мемберс стратата особо не изменилась они как играли вчетвером через альфу они так и играют вчетвером через альфу и в целом можно было бы надавить на b но здесь пару минусов удается найти немного вроде как ослабили блуд продолжает свою аркаду через винты находит минус 1 минус 2 выводить ситуацию 1 на 1 а там плюс находится на перемычке ну а теперь появилась информация еще и по ласт оппоненту так что спокойно можно ставить бомбу а далее попробовать сыграть на тайм уйти в тэшку подловить оппонента в двойке почему бы и нет но все-таки блуд отходит в тэшку а ей хорошая хорошая страта но реализация подкачала это победа друзья команды за норфе мемберс браво парни браво это был красивый поинт-бланк это было очень потная карта но у нас впереди еще одна эта же карта не канал можно даже наверно не смотреть ставки кто там выиграл не видно никто не выиграл ребята я уже при фаре мир договорю вы сможете погоди 18 кстати верно были случаи я помню да кто-то ставил не знаю муж случайно пальцы упали на клавиатуру на доп и серьезно поставить вот при новой системе раундов что-то там было 1315 угадал этот человек просто из буду он наверно просто не ставит сейчас потому что он ходит не знаю вот рейки выигрывает что-то еще куда-то другое такими ребятам конечно не знаю поклон что еще можно ну да такой ставки не было тут даже приблизительно нету к дополнительным раундам ставок так что ребят так вот атрибуции сходите покушайте кто кто-то ребята в третьем матче отдохнуть но сейчас вот парни расслабиться из-за тебя и вот потом придут и опять вот ничего не получится парни сидите голодные будете злые как бы и все нормально то сейчас поедите станете добрые знаю я вас не надо вот это вот сидите голодные выиграете будете есть проиграйте быть голодные сидеть жонам передайте что вас не кормили ладно шутки шутками но тем временем третья карта в противостоянии команды за нордстрим мемберс против команды ггвп на живой раунд за выбор стороны но я пока поддропаю вам кодики в чат а то вы так долго сидите с нами надо бы заслуживаете кодики да кстати друзья это сейчас запись нет это не запись это все повторно что ты людей путаешь это все повторно то есть мы как бы это за заранее запись да 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 именно что и чат воню видим просто в хорошо так кодики я вам отправил друзья хотелось бы напомнить то что за лайки у нас также действует система награждений то бишь набираем с вами 50 лайков получаете по одному кодику на youtube и в контакт набираем с вами 70 лайков получаете по два кодика на youtube и контакт набираем 100 лайков получаете еще два кодика на там уже 123 кодика и по подобной схеме каждые 20 лайков друзья будет получать коды но а так давайте я посмотрю сколько вы лайков собрали сейчас f5 обновляем 72 лайка контакт какие вы красавчики вы что еще хотите три кодика от меня что ли забрать не понял юмора так а что у нас с ютубом ребят ютуба раза в три народа больше смотрит чего вы боитесь палец вверх жмакайте вам кодики нам приятно ну-ка давайте вот вас сейчас в прямом эфире так сейчас f5 нажму у 70 вот я их 5 нажал 70 человек 30 лайков уже есть ребята до 70 вам нагнать вообще проблем не составляет давайте бодренько но я пачку кодов дропаю на чате контакта у вас на ютубе все равно задержка ребят так что вы не успеете не торопитесь лучше лайки прожимать и получать кодики так а у нас миттаун финал очка финал очка в противостоянии ггвп против the nursery members третья карта но там если до пойдут допы атрибуц это расстроится что они ждут ниже ггвп до партии да у них ггвп который сейчас они-то разминают то есть они постоянно вот-вот в бою но кстати из плохих новостей что атрибуца если вы слышите наверное пойдут немножко отдыхать минут пять на ггвп и поэтому вам отчеркаться нужно быть сначала потом ну да бедные ггвп извини я тебя перебил я сейчас просто залез уже skype они типа давайте пацаны по фасту черк я не знаю им еще против атрибуцев потом бороться просто сил парни сил вам им очень тяжело будет это провернуть ну типа такой потный матч против за настрой мемберс и потом мне кажется еще будет не менее потный против атрибуцев но мы будем смотреть если эти отчество у нее не знаю у кого у светланы че его надо будет вот но светлана тоже вы можете поставить лайк на трансляции может так также поставить лайки можно ставьте вот так итак за лично попросит я поставлю окрикает другую часть комнаты все понятно ладно ребятки набираем кодики ну а тем временем продолжаем продолжаем наблюдать за противостоянием за на стрим members против команды ггвп перемещение и лтнт готовится принимать семерку но видно то что ггвп сейчас будут раскачивать но стоит отметить то что металл на них действительно неплох но команды за на стрим members тоже как бы не первый день в пб 15 на 1 перемещение да тоже который закрывает час тэши первый фраг заработал 54 ситуация по теле хаешки подруга разбег берет со всей силы прям чтобы залетела куда надо но хаешки также летят страны оборона плюс на аркаду выходит хал дорога на подкрепе плюс но и на боя то кстати пойдет в их также стэш тут блуд не подруга заход пролетел вот хаешки опять же вот эти которые отлетают от ящика блатант напрямь минус по блату дает ахмед должен разыграться стэш теряет хп но подруга на подкрепе минус по блатанта дает на ахмеда и вот закрывает минус блат ахмеда в этом раунде еще и закрывает час ра на зал последний он прошел альфу но тяжело будет ставить разыграть против такой ситуации поэтому лучше бы найти фраг но временем нету ну хотя вот такой донат и можно попробовать но надо ставить бомбу плюс а закрылся здорово вот в 12 можно разыграть при поставленной как нет выходит рядом халдрога погибает сейчас и первый раунд для нормы минус ну что норс ремемберс ну скажем так были дольный раунд выдался но раунд выдался так что все великолепно смотрим друзья за продолжением ггвп опять же пытается отыграть от центрального кафе и здесь тэша будет на приеме так а снайперский девайс реализован но они цк играют знаешь так как-то пассивно выходят вроде как чекают отходят назад там аркада под ломки проходит продолжается перестрелка на б сайте билл тнт нашел оффин но тут же его наказали есть минус 4 в 4 ситуация по сути сейчас и плюсу это аркада абсолютно не нужна если его закроют но сорян ребята будете в меньшинстве отдуваться и придется вот это одному игроку явно метаться просто с одной позиции на другую но так друзья вроде как выход под арку ран пытается добраться до своего оппонента плюс уже явно засветился так что инфа по нему должна быть позиционку поменять тоже не помешает опасненько конечно очередная ра переживать ее ниточки остался чуть было дело не взорвался против этой страны блога полдрога на прием играть будет и просто вся атака проходит нами почти все в линейку до золы блог находит по фрагу все-таки альф под крыльев можно ее поставить 15 на 1 ахмет на перемещение нас один перед подлинно но его там уже поджидают сейчас будут играть на коле на коле николай нет ничего не на человека на конец да поняли поняли но в любом случае гвп отыграли один раунд это 511 но тут опять допы будут я вам говорю ладно друзья это опять знаешь трапа извините не 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 этот не мамой клянусь это просто типа рахи атрибутов немного так подогреть типа да какие овертаймы я думаю они часто пишут что-нибудь такое в чате ну ладно ребят не обижайтесь настроение если нехорошее я и все дела так но что ж перемещение у нас проходит на 5 же под 7 до 4 на 1 на 1 км только сейчас ты конечно в киеве на яд не так не послушалась подпадом и старый афигеев в киеве в киеве я в киеве в киеве нет просто у нас здесь знаешь солнечный но все ты же так приветствую говоришь и поэтому он то есть ты говоришь на прерываешь не знаю может быть интернет интернет 10 мегабит в секунду нет я в киеве я в киеве немного вот ровлюсь ладно какая-то слабая отмазка типа приехал в киев теперь буду ровлить да но ладно это отдельная история да нет просто действительно настроение хорошее поэтому друзьям я с вами я соскучился просто по трансляциям я целую неделю молчал теперь дайте мне поговорить ладно перемещение опять же под вино беты в бомб сайте у нас кто в бомб сайте отмет но в принципе одного парня может хватить вот уже первая пачка прилетает а вот и 2 там и до 3 можно было дотянуться но raw все-таки не простил своего соперника есть минус но он один в три на него уже объявлена охота 7 хп одна тычка от залетает тычка от колодрога и раунд забрали для себя за на стрим мембер пока что друзья счет на табло становится 2 1 но едем дальше видим дальше хорошо что я покушал что вот реально так когда большие перерывы и точнее когда наоборот нет перерыва ты быстро начинаешь быть голодным и становится так же тяжело конечно но надеюсь покушали я вас предупреждал господа тоже довольно что это в чате происходит ребята я понял попытка входа на бой-то подруга там замечает блатанта на перемещении полетели хаэта хмеда и смоки которые заставят атаку немножко подождать по крайней мере этих смоков атака разворачивается в принципе подальше сейчас или же они простоят они простоят и пытается найти фраг но вот выцепить бы кого-то плюс оставили здесь хп на хаешке и в целом никуда все равно не прошло полетели смоки отстыше подруга на длине будут вместе выходить а это будет выход и это будет с плитом выход цк плюс длина 2 хп холдрога 9 плюс попытка входа цк на блуд нашел фраг у холдрога и так же погибает еще и плюс отлично 15 на выходе он даже не попадает сейчас и 15 на 1 нашел фраг ахмед на перемещение альфа играет рана ходит фраг по блатаунту блуд параллельно также закрывает 15 на 1 погибает от ахмеда последний один против своих ну его сейчас должны закрывать за проходить на длине ему не должны были давать но ахмед сайт вашу подозлу немного нашел сейчас ра но в итоге погибает я дает раунд кгл п 22 ребят я там сейчас почитал чат ютуба и вот чего вы меня огорчаете какой там что-то разборки какие-то пошли ща мы с тобой на лане поговорим туда-сюда нет если вы ров лите хорошо но если вы там серьезно что-то начали питаться друг друга вот этим липким коричневым ты чего вы делаете завязывайте давайте жить дружно под леопольте настроение такое хорошее вы своими разборками тут ругаться еще в порядке но я надеюсь что все в порядке но если вы будете ругаться и я не буду плакать я тоже буду ругаться и вот все будем ругаться кому это надо давайте лучше улыбаться смеяться веселиться все дела не ругайтесь но тем временем 5-5 ситуация минута уже стояли распостояние просто никто никуда не выходит ггпм судя по дальфу да 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 вот дальфу пойдут а ешка была откинута но что-то выйти они не решились халдрога на минут открывает куда есть информация по перемещениям ланга плюс находит минус еще и поддаст зло но там подруга вроде как в размене сыграл на 1501 тут же добил своего оппонента 424 в одного ситуация погиб расстался стеша но все шестакте лайтом 22 процента здоровья зажатый над и спал не там скорее всего аркады и подвела к пойдет а все уже появилась информация там пачка залетела по кеша ну и очередной раунд для за нострим members 32 32 и раунд фраунд идут я все задумался о том что реально ли здесь как-то доп разыграть вот сейчас они также идут и почему бы нет посмотрим очень интересно я готов ребята я готов стоишь и минус 15 на 1 ахмет погибает также от работа не вещь они качуют раунд туда раунд обратно и сейчас два месяца хорош получили ггп они стоят еще слышно респаунь и вот чего ждать можно просто ворваться и далее разыграть но ждет встречи и по сути сейчас это не зря минус ахмет точнее риха дорога был уже не так-то и важный конечно 9 кп остается у стэша они все еще не зашли они просто под респаун но хотя бы перетягиваться под бой хотим туда на вот все один остался живых можно заходить плюс последний игра против пятерых и сейчас будет она она закрыта может притяжка от паса его был точнее будут его пропустил бы наверно по-хорошему но этого сейчас не было но плюс все равно он один против пятерых бомба была установлена что пройдет она им очередная и стэши закрывает от стэши это по моему четвертый фраг в этом раунде раунд получили ггвп 3-3 смотрим далее начало миссии но стоит отметить то что ггвп будучи в атаке все таки уже дошли до троечки для себя это как минимум неплохо полетели хаешки на двойку на этой двоечке находится как раз таки 1501 хал дрога пытается принимать своего оппонента на дл много гвп они так вязко играют постоят там где-то минуту на респауне откинут хаешку вроде как выйдут потом обратно уйдут и вот ты не понимаешь что они делают то они тебя рашит то ли они пятятся но тем временем на семерке опять же начинается шествия были откинуты хаешки откинуты смоки но 1501 находит open закрывая стешу это минус для команды ггвп перемещение под центральное кафе сейчас проходит и плюсом халпа будет на дл много цк зайти не может там 1501 стоит на страже порядка посмотри просто высекают одного за другим дазл вроде как разменялся 4 в 2 ситуация опять же преимущественно для the north remembers есть информация что подруга остался еще где-то в районе ланган но и при этом есть инфа что ахмед идет на аркаду через семерку погибает подруга остается один дазл но хотя один в три вот если сейчас еще и сможет цепануть хала дрога на альфе можно поставить бомбу и там попробует разыграть на таймер до хелсбар конечно невелик но тем не менее с этим можно бороться а друга подпускает под ящики дазла но и погибает сейчас от его хорошей пачки 2 в 1 ахмед калёный один с хп сотку блатанта и дазла не торопится но он сейчас и не хочет даже проходить под плент заставляет оборону задуматься о том что тот может вообще на бету убежать даже открыв альфу ахмед ожидает прохода по двойке блатан закрывает отходы по длине но даже аккуратно до контроль подходит под по сути брдм если правильно говорить но это уже другая история дазл в двойку заходят чё вы делаешься всю жизнь называли бтр и и ты тут говоришь о том называть но да я на одной из трансляций говорю о том что это просто привычка но уже это не страшно игре 10 лет все называли бтром тут пришел такой знаток посмотрите на него ладно смотрим друзья дазл но время потерялся надо бегать искать они просто от него гоняют по кругу там слонга на цикл а на лонг но минус был все-таки отбил тенте и опять забирают раунд для себя игроки за но 4 3 они все вот где-то очень близко могут конечно 5 3 закончить первую половину два раунда преимущества опять же для себя взять но учет как-то на ввг им это не особо помогло и так попытка фаста раскидывая смоков и хаешек но халдрога играет на приемы полетели хая от ра полетели также очередные со стороны обороны рад тут как бы выжить но все-таки они летели не под ноги поэтому ура выходит а есть маки хаундрога минус нашел ура на размене также дазл находит фраг 3 3 ситуация 3 в 2 халдрога закрыл еще одного халдрога еще одного закрыл туда сло последний снова ситуация тяжеленная просто 1 в 3 остается закрывай всех его нашли блатант игра на семье выходит за сло можно типа нему фраг тот потому что ножах это тоже я думал когда играли не песчанку так это же было сегодня ребята меньше овертаймов я сговорил у нас старик уже потерялся типа и вы вообще находимся это сегодня же было когда ггвп против north member сыграли и просто страна атаки для них вы оказалось не подвластный ну вот посмотрим как они будут разгонялись там знаешь то пристрелочные такие были раунды карта тут то видно что уже за north remembers просто полетели вперед разваливать разваливать вперед почему я там был вопрос насчет призового ребят призовой 700000 на турнире ну на сезоне 700000 рублей есть такой момент ладно друзья давайте все таки посмотрим что же у нас будет продолжение в любом случае уже все устали игроки устали в ожидании атрибуции устали действительно завтра кому-то вставать раны рано на работу на заводы все работяги но давайте посмотрим за продолжением хаешка падает на двойку но это опять же смолк я так понимаю пытается зонить немного игроки the north remembers минус от bltnt погибает стэша но и по сути сейчас центральный кафе можно раздавить но не воспользовались моментом но сюда смещается тазлс и даже смещается подруга и в принципе послабление прошло и под альфа и под бет можно попробовать восстановить и туда и туда но рад уже сыграл в размен и вот немного достоялись игроки команды the north remembers скорее всего опять попытается сыграть в минус но далее будет уже файл разыграть в минус но тут есть плюс который смотрит двойку может найти фраг там это не пикает подруга очень аккуратно играет но как аккуратно он просто даже наверное не знал о том что есть там кемпера но выходит и дает ему по голове 34 уже два в четыре подруга дабл хилл на защите цыка еще может репал дать и 3 пол дает все хорошо у него халдрога 1 просто 4 их ну и выход на блуду тот его хоронит 5 4 и близимся к тому чтобы ггвп далее проходили у них сейчас хорошая оборона в принципе атака они вот как и ггвп даже они следуют фраги они дальше не идут они получают опыт не идут но вот сейчас есть минус поставишь а они будут далее искать и более чем уверен в принципе но это не говорит о том что это плохо просто потом лишь бы не потеряться опять же что нужно сделать а то можно как-то не неаккуратно все равно выйти вроде бы все открываешь все чекаешь вроде бы все здорово но потом выходишь а там не знаю дадл сидит на семерке ждет игры давайте заходить и он просто оформляет зажимом как тогда на песчанке которая сегодня была минус 3 просто в линеечку и где быть пиропа шаг тут и она есть плохой межала есть но до парни пока что на семерке так застоялись немного есть информ по перемещению игроков на 7 также мы здесь с вами видим ротацию под лонг но они попытаются задавить безусловно раз сейчас где-то в районе apple and a у них время есть могут бегать этой беготне они сейчас просто могут завести себя но в угол и потом в целом не успеть поставить но здесь есть информация по дуэл перемещение на халку уже прошло подружка откидывает хаешку есть информация 15.01 100 процентов здоровья находит минус и нужна еще халпа там c5 взлетают на воздух но они не помогают правда здесь лук вместе с ра решают вопросы хал дрога в принципе тоже не промах парень две головы собрал дазл на размене один в один ситуация есть примерная инфа по перемещениям хала дрога и есть примерная инфа по смещением дазла дазл уходит просто за за он просто остался на батаре и ему удалось выцепить голову хала который в целом не располагал информации о своем оппоненте но и два раунда нас мини сторон уже отыграли молодцы это ппц что ты против и не туда-сюда окей два раунда подряд забрать забирают ггвп неплохая уверенного рода от них в начале дазл сидит как раз таки на моменте куда можно раскинуть хаешку и атака плюс получает наши и плюс получает дым очень серьезный на цепь остается но и он погибает в итоге потому что подруга закинул хае прямо зашиворот поэтому пережить это не получилось и смотрели кто вопрос о раскидах в сторону 7 потому что вроде бы много человек тут двое трое так точно было но никто походу не посмотрел окей подруга на защите центрального кафе хае под ботанку под них тыкает подруг который минус один оформил пытался 2 закрыть но не получилось фраг размена 53 а потом 88 где-то я это видел хорошее примечание посмотрим да зон минус 2 оформлять еще также на подходе 7 холдрога 1 и 8 хп на и дазла корона рыдого я бы даже так сказал его можно будет забрать но дороге тяжеловаться верно потому что есть подкрепла у дазла холдрога зажимают ну там хаешка упала пришлось открыться под антэ спаун потом стэспауна пошли давить пришлось уйти на семьи в целом было очень тяжело принять верное решение так что три раунда к ряду отыграли для себя игроки ггвп смотрим друзья за продолжением смещение проходит в центральный кафе плюс опять же попытается надавить на стэшу судя по всему хаешки отгремели под дэл но эти хаешки не принесли абсолютно никакого импакта игрокам ггвп перемещение под 7 ахмет вместе с 15 0 1 готовы к приему своего соперника на семерке но мы с вами все уже давным давно догадались и поняли что ггвп навряд ли будут играть в аркадном стиле у них сейчас задача забрать этот матч вот прям поставить уже здесь точку поскольку уверенности в матче против команды атрибут но мне кажется все таки нет поскольку парни уже просто измотаны игроки команды the north stream members очень сильно играют на морали и на нервах в целом игроков команды the north stream members но прошу прощения команды ггвп но они проходят все-таки через цк только это им не особо помогает их здесь расстреливают абсолютно со всех сторон заход пошел через 7 на б будут еще пытается здесь выцепить как своих оппонентов по холку приходит подружка есть информация ахмет ворвался на широкую по нему также есть инпа подруга решил на него забить и правильно сделал как с вами видим даблкил махорит и 3 но немного не дошел до него там рад вышел на добивание раунд есть и 40 на второй половине но чтобы гвп пошли тушить не ладно ладно хватит ребята хватит поэтому сейчас хотел бы дошли группы забрали раунд ра хорошего вам раскидывать и 5 на заходе под атаку там они проходят спокойно между прочим ра нужно взрывать отлично есть враг по ахмеду на заходе холдрога играет который вы закрывает но рядом еще подруга тоже который помогает и блатан последний 14 ну что это все-таки победа будет для игроков какого п но постойте-ка постойте-ка дазл каленый подруга тоже вот он нужно попасть но нет пятый раунд который забирает гглп они побеждают аминь и жестко но жестко но все атрибуции просыпаемся может да да заходим в игру записываем видео так пум 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 7 5 да у нас счет 85 85 85 пум 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 так смотрим что у нас тут было ты не вижу так в контакте такой ставки не было что касается youtube а сейчас посмотрим на ю тубе тоже такой ставки не было так что ребятки коды получаете в чат и но мы отправляемся на ожидание третьего финального матча на сегодня а а а а